Казанской иконы Божьей Матери Богородского монастыря для России и мировой цивилизации, от имени Организационного комитета республики, от имени руководства Казанского федерального университета, от имени дирекции Института социально-философских наук рад вас приветствовать в эти жаркие июльские дни, что вы нашли возможность и желание принять участие в нашей конференции, которая, как вы хорошо знаете, открывает череду больших торжественных праздничных мероприятий, посвященных введению в действие и освящению Богородицкого собора Казанской иконы Бога Матери. Событие, которое мы ждали пять лет, вот-вот свершится. Хочу вас проинформировать, что наша конференция в целом проходит в трех секциях. Секция 2 работает на площадке Казанского федерального университета, и в связи с большим количеством желающих было решено разделить ее на две подсекции. Судя по тематикам заявленных вами докладов, по вашему желанию, все вы сегодня выступаете на первой подсекции «Развитие православия на территории Республики Тарстан в контексте культурно-исторического значения Казанской иконы Божьей Матери, Казанско-Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации от прошлого к современности». Вторая подсекция «Православие и межрелигиозный деловок в Республике Тарстан в контексте нравственно-педагогического и психологического значения Казанской иконы Бога Матери для России и мировой цивилизации» работает рядом в 218-й аудитории. Ну, хочу вам сказать, что всего на конференцию в целом, на секцию, заявлено свыше 60 участников, из них 45 докторов и кандидатов в наук, почти 50 представляют вузы, около десятка научные организации, 48 коллег из Республики Тарстан, 11 из субъектов Российской Федерации, Москва, Самара, Киев, Калуга, Ижевская и другие, и несколько человек, 5 или 6, возможно, принимают участие из-за рубежа, из государства Израиль, Греции, Украины, Белоруссии, Узбекистан. Наша конференция проходит в гибридном формате. Вы знаете, что, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в стране и республике не позволяет нам собрать только очный формат участия. И, соответственно, наши модераторы будут предоставлять слово как к реально присутствующим коллегам, так и к тем, которые присоединились к нам дистанционно по системе Zoom. Ну, я представлю руководителей секции. Слева от меня модератор номер 2, заместитель директора по научной работе, профессор доктор социологических наук Ефлова Мария Юрьевна. И справа от меня главный специалист аппарата президента департамента по вопросам внутренней политики, аппарат президента республики Татастан. Тоже наш коллега, кандидат исторических наук Алексеев Игорь Евгеньевич. Приветствуем также всех, кто прибыл к нам из других субъектов и присутствует точно, в частности, Антон Владимирович Черняева, который представляет Институт философии Российской Академии Наук. Приветствуем Арат Габриевича Сидикова, член-корреспондента Академии Наук нашей республики, директор Института археологии. И всех, кто, к счастью, бывает у нас нередко, и мы очень рады видеть знакомые лица. А кто прибыл впервые, тем паче приветствуем в стенах Альма-Матер, в стенах и на площадке Казанского федерального университета. По законам гостеприимства, я, как выступающий впервые, выступающий первым, предоставлю слово нашим московским коллегам, которые здесь присутствуют, вживую, что называется. Это заведующим сектором русской философии, Института философии Российской Академии Наук, нашему большому другу, коллеге Черняеву Анарю Владимировичу. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Дмитриевич, уважаемые коллеги, тема моего доклада заявлена в программе, но она нуждается в некоторой корректировке. И я предлагаю такое название, как окончательное евразийский контекст русского православия и казанский текст русской философии. Как известно, явление казанской иконы Богородицы произошло в канун Смутного времени, а ее список был в 1611 году перенесен в Москву и находился в войске Минина и Пожарского при освобождении столицы от польских оккупантов. Со времен династии Романовых Казанская икона почитается как главная государственная святыня, фактически занявшая место, выполнявшая эту функцию ранее Владимирской иконы. В 1613 году царь Михаил Федорович установил празднование в ее честь дважды в год. Помимо 8 июля, то есть дня ее обретения в Казани, это также 22 октября или 4 ноября по новому стилю, то есть день освобождения Москвы от поляков, который сейчас стал государственным праздником, как известно. Но он не только сейчас стал государственным праздником. В 1798 году, как раз в год закладки в Казанском Богородичном монастыре Нового Каменного Казанского собора и в связи с широчайшим общероссийским почитанием Казанской иконы, указом императора Павла Петровича, праздник 22 октября был включен в число годовых табельных, то есть выходных дней. К началу XX века количество храмов в России, освященных в честь Казанской иконы, по статистике превышало все остальные. Казанской иконе принадлежит также важная роль в утверждении духовных основ православия на границах России, где в ее честь названы многочисленные церкви и монастыри. В том, что главная святыня государства российского своим происхождением связана с интернациональным восточным городом, ставшим для России воротами в Азию, что она послужила знаменем спасения национальной государственности в противостоянии натиску западных интервентов, можно усмотреть емкий евразийский символ. Евразийский характер почитания иконы прослеживается на протяжении веков, вплоть до недавней истории ее возвращения, точнее возвращения чтимого списка этой иконы, так называемого Ватиканского списка, возвращения его в Казань, которая состоялась, как известно, благодаря инициативе мэра города Камиле Исхакова. То есть такая парадоксальная ситуация, когда верховный понтифик, глава христиан западного мира, по инициативе мусульманина, передает главную святыню православных России на родину. Что-то в этом есть евразийское, безусловно. Евразийская доктрина сформулирована представителями молодого поколения интеллектуалов русской эмиграции. И, кстати, в нынешнем 2021 году мы отмечаем столетие выхода в свет, ставшего их манифестом сборника «Исход к Востоку», среди авторов которого были Николай Трубецкой, Савицкий, Сувчинский, Флоровский. Не буду подробно останавливаться на содержании этого сборника, но важно отметить, что одно из главных методологических решений евразийцев – отказ от европоцентрической оптики, стремление проводить взгляд на русскую историю не с запада, а с востока. Вот так и называется одна из работ самого Трубецкого. Осмысление России как уникальной цивилизации, определяемой огромным значением восточного или, как они это называли, туранского фактора в ее географии и культуре, истории и государственном строительстве. Город Казань является не только зримым символом евразийского характера русской цивилизации, но и своего рода колыбелью этой концепции, то есть концепции евразийства. Ибо без малого за век до выхода в свет манифеста евразийцев созвучные идеи были высказаны экс-попечителем Казанского учебного округа Михаилом Магницким. Эта история достаточно хорошо известна, как в 1819 году Магницкий, Михаил Леонтьевич, проводил ревизию Казанского университета, проявил там ревность не по разуму, можно даже так сказать, и рекомендовал закрыть университет, аргументируя это тем, что все правительства обратят особенное внимание на общую систему их учебного просвещения, которая, отбросив скромные покрывалы философии, стоит уже посреди Европы с подъятым кинжалом. Но это соответствовало идеологии Священного Союза, такой охранительной, которая набирала тогда силу и в полной мере проявилась в эпоху правления Николая I. Однако, как известно, было принято мудрое решение, такое соломонное решение, университет не закрывать, а поставить Магницкого во главе Казанского учебного округа, чтобы он имел возможность, как хорошо знающий ситуацию, навести там порядок. Но миссия его была не столь продолжительной. Насколько он преуспел в своем деле, я сейчас не берусь судить, не об этом речь, но интересно другое, что спустя десятилетия он предпринимает инициативу издания журнала под названием «Радуга», где публикует под псевдонимом статью под названием «Судьба России». Это 1833 год. В ней ведется полемика с Карамзиным, который тосковал, что Россия была под сенью татар и что тем самым сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу, а россияне тех времен в сравнении с другими европейцами могли по справедливости называться невеждами. Однако христианская философия не тоскует о том, что был татарский период, удаливший Россию от Европы. Наоборот, она радуется, поскольку видит, что угнетатели ее, татары, были спасителями ее от Европы, ведь татары не вмешивались в дела православной веры и с их стороны она не претерпевала ни малейших повреждений. При этом Россия, униженная в мирском смысле, отставшая во внешнем образовании в светской значительности от государств Западной Европы, тем самым была избавлена от их вредного влияния. При этом склонность подражать французам и немцам, всему иноземному, характеризуется автором как нравственная холера. Здесь важно отметить, что тот период тоже был периодом эпидемии, так же, как и сейчас. Только это была классическая эпидемия холеры, на которой пестрили все заголовки новостей в газетах, и вот здесь была проведена такая аналогия. Трудно предположить, что Магницкий мог бы прийти к таким выводам относительно исторического значения татарского ига без опыта работы в Казани. Хотя, как известно, на должности попечителя он проводил не все время в самой Казани, достаточно много находился в Петербурге, но все равно, конечно же, знал ситуацию, здесь бывал, наблюдал и думал. Но вот мне лично неизвестно других таких протоевразийских манифестов в истории русской философской мысли. Самосознание России как евразийской цивилизации, устремленной не на Запад, а на Восток, нашло яркое выражение и в деятельности ученых Казанского университета, а также Казанской духовной академии, научных центров, во многом ставших пионерами отечественного востоковедения. В Казанском университете в самом начале XIX века открылась кафедра восточных языков, которую возглавлял христиан Френ, затем возглавивший Азиатский музей в Санкт-Петербурге. Но важно понимать, что вот это петербургское востоковедение, институт восточных рукописей петербургский, который сейчас так знаменит, он обязан своим существованием деятельности казанского профессора, переехавшего в Петербург. В Казанском университете сначала готовились специалисты по татарскому, турецкому и персидскому языкам, а в 1837-м открылась первая в России кафедра китайского языка и китайской словесности. В 1842-м в Казани была создана также первая в России кафедра санскрита. Впервые в Европе здесь началось университетское преподавание монгольского языка. Среди профессоров университета были крупные востоковеды. К середине XIX века Казанский университет был крупным востоковедным центром мирового масштаба. Параллельно активно развивались восточные исследования в Казанской духовной академии, профессора которой зачастую были совместителями в университете. Однако после перевода восточного разряда Казанского университета в Петербург научные школы востоковедения в Казанской духовной академии формировались и развивались уже полностью самостоятельно. Вплоть до 1917 года Казанская духовная академия была единственным, кроме Петербурга и Москвы, российским центром востоковедения, а в научном изучении ислама и буддизма занимала первое место в России. Труды казанских исламоведов и буддологов, арабистов, тюркологов, монголоведов внесли огромный вклад в изучение культуры по Волжье, Сибири, Ближнего и Дальнего Востока. Профессор Казанской духовной академии Гордий Саблуков прославился первым научным переводом Корана на русский язык, а выпускник Казанской духовной академии, еще первый, начало XIX века, Архимандрит Акин в Бичурин, возглавил русскую духовную миссию в Китае с 1808 по 1821 год, став первым синологом не только в России, но и в мире, работавшим непосредственно с китайскими первоисточниками. Составил словарь китайского языка, выполнил целый ряд фундаментальных исследований по истории и культуре Китая. Не менее важно и существенно в этом контексте констатировать то, что именно Казань стала центром историографии русской философии. Вот осознание самого факта существования философии, как выразился один автор дореволюционной, самобытно русской, как самостоятельной мыслительной традиции, сознание этого факта произошло именно в Казани. И связано оно с именем архимандрита Гавриила Воскресенского, который с 1835 по 1850 год был профессором Казанского университета. Преподавал там философию, историю философии и составил курс истории философии, шестая часть которого посвящена русской философии. Это первая работа, научно-исследовательская печатная, где специально трактуется этот предмет, история русской философии. Гавриил Воскресенский также, можно сказать, сформулировал некую философию русской философии, где давал характеристику этой русской мыслительной традиции, которая является выражением самосознания и характера народа, может быть, и в частности русский народ, бесконечно привержен к вере, престолу и Отечеству, послушен, трудолюбив, хитер, непобедим в терпении, рассудителен. По отношению же к любомудрию отличительный характер его мышления есть рационализм, соображаемый с опытом. Генезис русской философии связан по Гавриилу с деятельностью представителей православного духовенства. Благодаря грекам мы полюбили преимущественно Платона, западные же европейцы полюбили преимущественно Аристотеля и увлеклись схоластикой. Среди представителей русского любомудрия Гавриил рассматривает идеи Владимира Мономаха, Даниила Заточника, Нила Сорского, Феофана Прокоповича, Григория Сковороды. Надо сказать, что долгое время вот это построение Гавриила Воскресенского, еще первой половины XIX века, они, можно сказать, высмеивались в русской такой либерально-рационалистической историографии, скажем, у Шпета и у других. Но, как показывает, с высоты сегодняшнего дня мы должны сказать, что Гавриил во многом был прав. Завершая характеристику Гавриила, его вовсе не так наивные, вот эти его размышления и построения, и как раз-таки современные исследователи, такие как Харужий, Михаил Громов, целая школа историков философии русской, последних, они примерно к тем же самым выводам приходят. И, скажем, вывод о том, что именно Платон оказал наибольшее влияние на русскую философию, об этом пишутся целые книги, защищаются диссертации, о значении Владимира Мономаха, Нила Сорского, Григорьевского роды, проводятся целые конференции и так далее. То есть здесь это не было попадание пальцем в небо, наоборот, это была такая очень точная прогностика, очень точная гипотеза, которая нашла свое подтверждение. Но надо сказать, что Гавриилом отнюдь не исчерпывается Казанская школа истории русской философии. В 1886-1906 годах профессором Казанского университета служил Евгений Александрович Бобров, который как раз в этот период работал над этой темой и опубликовал в Казани серию сборников, всего шесть, под общим названием «Философия в России. Материалы, исследования и заметки». Здесь он представил ряд этюдов детальной разработки первоисточников по истории философии в России, а также вводит концептуальное противопоставление школьной философии и философии социально актуальной или интеллигентской. Бобров был одним из представителей русского неолейбницанства, мыслительной традиции, в русле которой формировался русский персонализм, важнейшее самобытное направление русской философии, ярко проявившееся в творчестве мыслителей евразийца, Льва Платоновича Корсавина в его учении о симфонической личности, простите, симфонической, конечно же, личности, которой прежде всего может быть какой-то коллектив или народ. В годы Первой мировой войны и революции в Казанской духовной академии и Казанском университете преподает Матвей Николаевич Ершов. В 1922-м он издал работу «Пути развития философии в России». Продолжая традицию архимандрита Гавриила, он указывает на обусловленность философских построений национальным складом, а своеобразие нашей мысли обусловлено своеобразием нашего языка, по его словам. Понятия греческая философия, римская, германская, русская и тому подобные для Ершова являются не чисто географическими названиями, они указывают на философские построения, глубоко отличные друг от друга в самой своей архитектонике. И это отличие, эта разница обусловлена именно национальным элементом, как суи генерис, конститутивным признаком каждой философской системы. Оригинальность русской философии заключается в присущем ей искании конкретной истины. Задача русской философии неразрывно связаны с общенациональными, согласно Ершову. Вот что он пишет. «Рост философского самосознания России ставит нас лицом к лицу с тем историческим моментом в жизни русского народа, когда в процессе эволюции своего исторического бытия он должен выявить свое глубочайшее отношение к проблемам познания бытия и жизни, те потрясения, которые пережил русский народ за последние семь лет, период грандиозной внешней войны его внутренних, гражданских, безусловно, не пройдут бесследно для его истории, но составят его исторический опыт глубокого политического, общественного, морального значения. Пережитое народом, нацией ее, несомненно, найдет себе отражение в национальном творчестве, оставит предмет национальной рефлексии, национальных размышлений, философии. Не может подлежать сомнению, что политическое и духовное строительство России увенчается строительством философским, в котором наша нация, пережив ряд великих волнений, испытаний и потрясений, выявит свой полный духовный лик во всей его индивидуальной целостности и полноте. Конец цитаты. Ну, в общем, трудно сказать лучше, чем Матвей Николаевич Ершов. Остается только в заключении констатировать, что мы можем говорить о таком синтезе духовной традиции православия, вот этого евразийского, такого синтетического, уникального бытия русской цивилизации, средоточием и географическим, и духовным, которой во многом оказалась Казань, что символизирует и явление здесь чудотворной иконы Божией Матери, столь важной в судьбах русской страны, русской цивилизации. И то, что именно здесь вот этот евразийский вектор получил выражение в активной, научной, миссионерской деятельности русских востоковедов, с одной стороны, а с другой стороны, вот это самосознание русской цивилизации нашло выражение в трудах историков русской философии. И мы можем вести речь о целой школе или традиции, о казанском тексте русской философии и историографии русской философии. Благодарю за внимание. Анатолий Владимирович, спасибо за обширные доклады про Казань, про чудотворный казанский образ Богородицы. У нас, в принципе, есть два варианта введения конференции. Мы можем задавать вопросы прямо сейчас или в конце. Какие желания, пожелания, как бы вы хотели? А можно по одному вопросу при необходимости докладчику? Отличная мысль. Артем Павлович, я думаю, в кулуарах я просто воспользуюсь и задам вопрос. Спасибо большое за доклад. Я бы хотел спросить, как вы считаете, насколько вам кажется, вот этот вот интерес к Востоку, это некие такой органические, такой примордиальные, органические, примордиальные характеристики российской культуры? Или это все-таки, если говорить о 19 веке, веяние романтизма, интерес к ориентализму, то есть, в принципе, то, что и на Западе происходит? Вот такой вопрос. Ну, вопрос серьезный, на него можно очень долго развернуто отвечать. Это может быть тема целого исследования, целой книги или докторской диссертации. Я, кстати, задумаюсь над этим. Вот. Спасибо за подсказку. Но если все-таки быть максимально кратким, чтобы не ломать наш регламент, я думаю, что, мое предположение, что все-таки вот эти романтические умонастроения, соответствующие ориенталистки, которые имели место в тот период, они, наверное, все-таки доказания доходили с определенным опозданием, позволю себе предположить, да, и поэтому в большей степени, по крайней мере, вот в тот период, период первоначальной деятельности Казанской духовной академии, вот первого двадцатилетия, я думаю, что это отражало в большей степени именно реальный, такой объективный, даже не интерес, а просто само бытие России, которое действительно исторически было неотделимо, и вот концепция евразийцев, которые говорили о том, что туранская культура оказала огромное влияние на русскую цивилизацию, и без нее просто невозможно, без ее учета, без ее анализа, просто невозможно вообще понять, что такое Россия, вот эти все вещи, они здесь были, наверное, наиболее выпукло так проявлены, и, соответственно, проявлялся интерес. Но с другой стороны, мы знаем, что Казанская академия была миссионерской, и в этой деятельности был определенный такой элемент задания, определенный элемент административного направления, административно установленного направления, но при этом надо помнить о том, что вот это русское миссионерство, православное русское миссионерство, оно в корне отличалось от западного миссионерства, о котором, в частности, писал Эдвард Саидс в книге «Ориентализм», где он интерпретирует вообще все восточные ориенталистские исследования, западноевропейские, как попытку закабалить, так или иначе поставить под контроль, в том числе контроль дискурсивный, восточные культуры. Ничего подобного у нас не было. То есть это был действительно диалог культур, причем вплоть до того, что иногда миссионеры, они сами перевоплощались и как бы становились адептами, практически превращались в адептов восточной культуры, ярким примером чего может служить как раз Якин в Бичурину, но упомянутый, который, как известно, даже подвергся репрессиям после своего возвращения из Китая за то, что он слишком сильно погрузился в местный контекст, вместо подрясника стал носить китайскую одежду, сократил количество богослужений, вместо этого изучал китайский язык, скупал все доступные ему артефакты, рукописи, привел с целых караванных оттуда, ну и так далее. Это достаточно неплохо известно все. Это как раз пример настоящего диалога культур. И вот этот диалог культур здесь центром его была Казань. Спасибо. Спасибо большое за развернутый ответ. Я думаю, что мы переходим к следующему докладу. Слово предоставляется Сидикову Айрату Габитовичу, доктору исторических наук, руководителю высшей школы исторических наук Казанского федерального университета. И сразу хотел бы сказать, что последующий доклад будет у Агапова Олега Дмитриевича. Просьба подготовиться. Астон Павлович. Спасибо, Мария Юрьевна. Уважаемые коллеги, позвольте представить материалы и те исследования, которые проводились на территории Богородского монастыря археологами по изучению этого объекта. Говоря о Богородском монастыре, его возникновение, основания, оно неразрывно связано с обретением иконы. И последующее решение Ивана Грозного, Ивана IV, определившее ее создание и строительство, являлось местом именно накопления, формирования того огромного духовного и культурного наследия, которое происходило непосредственно на этой территории. Судьба монастыря, она тесно связана с историей страны, со всеми теми перипетиями, теми проблемами, драматизмом, который возникал в разные периоды. И, конечно, особенно это период разрушения монастыря. И казалось, что судьба возрождения, оно является вопросом долгого будущего. и все те изменения, которые мы переживаем в нашей стране в последние десятилетия, показывают, что многие вещи, которые казались невозможностями и их воссоздание, возрождение становятся частью и нашего современной жизни, той реальности, в которой мы находимся. Говоря о изучении Богородского монастыря, надо сказать, что это комплексное изучение, это исследование и истории церкви, это история и архитектуры. И в результате именно этих изысканий был получен важный исторический материал, который я хотел бы представить, потому что без него трудно и объяснить то, что было получено в результате археологических исследований. Следующий слайд. Формирование православных монастырцентров в Казани, они связаны с включением Казанского ханства, состав русского государства, и здесь первые десятилетия возникает целая серия монастырей. Их развитие также представлено историей развития Казани и нашей страны. Из тех пяти, которые здесь возникают в XVI веке, в силу разных обстоятельств, на сегодня действующими из этих пяти являются триа. И те, которые, к сожалению, не сохранятся, также были археологически исследованы. Но это другой вопрос, другая тема. А вот Богородский монастырь, если можно следующий стайд, он хорошо представлен на целой серии различных картографических и панорам Казани, которые рисовали, если можно, которые были, есть изображения, свидетельства, локализации. При этом мы отмечаем на всех этих планах, как монастырь развивался и трансформировался. То есть это формирование сначала первоначального храма, потом возникали несколько церквей, которые находились на территории монастыря. И перестройки, развитие территории меняли его облик в течение всей его истории. И здесь, как я уже говорил, происходило именно накопление вот всей этого пространства, этого места со всеми ее перипетиями, судьбами людей, которые здесь проходили, и теми изменениями, которые связаны со строительством, возведением этих объектов. Следующий слайд. Следующий. К началу XX века здесь, к сожалению, мы видим уже совершенно иную картину. Площадь территории была сильно изменена. Здесь была построена табачная фабрика. И в 2000 году на небольшой площади при въезде на эту фабрику был заложен первый раскоп, который как раз и позволил локализовать апсиду храма Центрального собора. И последующим исследованиям были привязаны уже к этому объекту. Сам собор имеет значительный размер, это несколько тысяч квадратных метров. соответственно, к началу работ после ввода табачной фабрики территория была расчищена и исследования предполагали вскрытие всего объекта его площади. И здесь как раз показаны в фотографиях виды вскрытия и исследования храма. К сожалению, в результате разрушения оказались сильно повреждены сами строения. Но сохранилась достаточно хорошо планографическая структура, пещерный храм, который был локализован и по проекту Щусева сохранившиеся архивные материалы позволили последить основную структуру. При этом было установлено, что в ходе реализации были внесены ряд изменений в проектной части. Сохранилась фресковая роспись полотенец нижней части храма. И также в ходе исследования были обнаружены и остатки более раннего первоначального храма, который был построен в 1595 году. И этот объект как раз иллюстрировал тот ранний период существования здесь собора. И эти свидетельства как раз позволяли нам увидеть последовательность развития всего комплекса. Следующий слайд, пожалуйста. кроме этого были обнаружены и ряд других объектов, которые ранее считались утраченными и были выявлены места расположения трех еще храмов. Это церковь Рождества Богородицы, которая располагалась недалеко. Следующий, пожалуйста. Это и церковь среднегосподня Николы Чудотворца. И эти исследования также нам позволили понять этапы формирования самого комплекса особенностей строительных техник, применявшихся при возведении этих сооружений. Следующий слайд, пожалуйста. И в ходе исследований были изучены и остатки некрополя, связанного с территорией Богородицкого монастыря. Следующий, пожалуйста, слайд. На этих объектах к числу центральных также относятся и остатки колокольни собора. Он тоже был разрушен вместе с храмом. На сегодняшний день исследованы сохранившиеся остатки фундамента этого строения, определено место его локализации, также пополнившее наше представление о развитии этой территории. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот общая картина тех объектов духовной, историко-культурного наследия, которая была связана с историей монастыря, с развитием ее территории, расширением и определением разных этапов и формирования развития этого важного духовного центра не только для Казани, но и России в целом. И именно результаты этих исследований легли в основу и воссоздания, следующее, пожалуйста, самого храма, его изучения. И в ходе исследований были получены достаточно яркие материалы, свидетельствующие о жизни самого монастыря, свидетельствующие и более ранних периодов. В ходе исследований было установлено, что небольшое поселение здесь возникает в эпоху раннего железа, это относится к 5-8 векам до нашей эры, но и в последующем здесь было небольшое пребывание людей, небольшие по своей интенсивности хозяйственной жизни памятники, но основная часть, она связана с монастырской историей, вот весь этот материал как раз свидетельствует о истории и развитии монастыря. Следующий, пожалуйста, слайд. Благодаря исследованиям, выявленным объектом была проведена и модификация этих объектов, в частности, это выявлены остатки надгробных плит бекетовых, место, оно на сегодняшний день охомлено под навесом и обозначены места вскрытия этих захоронений. Следующий, пожалуйста, слайд. Также внутри самого храма сделана история формирования самого комплекса, показаны те этапы и особенности формирования ее с момента обретения иконы, в частности, на уровне ниже пола показаны остатки того выявленного храма 1595 года, первоначального храма, который был исследован в ходе работы. Также показана и сама история развития этого монастыря, этих зданий и в подвальной части экспозиции эти материалы, полученные в ходе раскопок, находятся в экспозиции. Следующий, пожалуйста, слайд. Как я говорил, места нахождения тех или иных объектов, сооружения, они также санкционно показаны на поверхности и это создает на сегодняшний день общее пространство музейного показа Казанско-Богородицкого монастыря. Благодаря именно археологическим исследованиям мы смогли не только найти и исследовать этот храм и сделать той основой, на которой происходило воссоздание всего объекта, именно выявленные фундаменты и лежат в основе того собора, который воссоздан на этом месте. Но кроме этого мы увидели те следы, те факты, историю быта самого монастыря и развитие ее архитектуры. И благодаря вот этим комплексным исследованиям на сегодняшний день мы получили очень важные новые исторические знания о монастырской жизни, об истории этого места. Спасибо большое за внимание. Айрат Габитович, спасибо за подробный доклад. Хотелось бы уточнить, на сегодняшний день археологические раскопки продолжаются и какие планы на будущее у историков, археологов? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день работы завершены, полевые археологические работы. У нас идет очень интенсивная работа камеральная по обработке полученных коллекций, материалов, и мы готовим полное издание результатов раскопок. Это у нас получается трехтонная работа. Мы надеемся к следующему году выйти на макет работы для публикации. Материал очень ценный, очень интересный, и поэтому мне представляется, оно сыграет очень важное для понимания истории этого комплекса в целом. Спасибо. Спасибо. Можно еще вопросик, да? Радгабич, вот там была обнаружена монета, насколько известно, да, 14 века Золотой Орды. Это, как сказать, это потеряшка или же там какие-то остатки поселения этого периода были еще обнаружены по-моему, короче? Да, спасибо за вопрос. Есть материалы, относящиеся к 14-15 веку, и, как я говорил, это мы фиксируем пребывание небольшого здесь поселения. Интенсивная, активная жизнь, она приходит в большей степени уже на монастырский период. В 14-15 веке, возможно, небольшое, несколько жилых каких-то объектов могло быть. Мы зафиксировали культурный слой в спокойном залегании, он слабый, где-то около 5-7 сантиметров. Есть предметные материалы, кроме этой монеты, есть бытовые вещи, это керамика, это железные предметы, относящиеся к быту того населения, которое жило здесь в 14-15 веке. В последующем основной слой он падает на 16-17 век и по мощности, и по соотношению. Если вот этот слой, мы его фиксируем где-то меньше 1% от всей исследованной территории на сегодняшний день, и его мощность где-то около 5-7 сантиметров, то 16-17 век это около 60-70 сантиметров, и он на всей площади. То есть это вот как раз иллюстрирует динамику и интенсивность освоения в разные периоды существования и функционирования здесь. Спасибо. Спасибо за вопрос и за ответ. Уважаемые коллеги, у кого еще есть вопросы, если нет, тогда переходим к следующему докладу. Слово предоставляется Агапову Олегу Дмитриевичу, доктору философских наук, директору научно-исследовательского института социальной философии Казанского инновационного университета. А и следующая у нас выступает Матушанск. Юлия Григорьевна, подготовитесь. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад приветствовать организаторов и всех гостей. Моя тема «Динамика восприятия Казанского образа Пресвятой Богородицы в новейшей истории России». То есть я как раз ограничиваюсь XX и XXI веком. Но прежде всего я хотел отметить, что обращение к теме «Динамики восприятия Казанского образа Пресвятой Богородицы в новейшей истории России» требует, на наш взгляд, обсуждения ряда теоретико-методологических допущений. Поскольку понимание социально-исторического развития человеческого рода в современной философии, в современных социально-гуманитарных наук оно обременено множеством редукций идеологических предубеждений. В частности, я хотел бы сказать, что мы все-таки сегодня следуем больше в русле парадигмы или жесткого, или мягкого секуляризма, которое предполагает весьма сдержанное отношение к религиозной жизни, не ее феноменам. Поэтому, признавая в целом влияние религии на социальную, политическую, экономическую, культурную жизнь социогуманитарии, как правило, довольно скептически относятся к анализу факторов регулирозной жизни. Но нам надо учитывать, что вера в Бога выступает одним из экзистенциальных моментов, который конституирует сознание, идентичность как отдельно взятой личности, так и больших и малых социальных субъектов, в том числе и нации. Кроме того, религиозные воззрения и предания довольно прочно вошли в структуру социальности, они являют себя нам в непрямой, а превращенной форме. Более того, все-таки важно помнить, что история XX века это история воинствующего секуляризма. И вот религиозная подкладка, предпочтение, различного рода мировоззренческие установления и убеждения использовались, в том числе, и воинствующими атеистами для своего нового социального мира. Ну, напомню вам, там, в 20-е годы замена таинства крещения октябринами, иконостасов красными комнатами, ну и так далее. Тема довольно-таки такая раскрытая уже. Следовательно, для обсуждения темы, вот именно динамика восприятия казанского образа при Святой Богородице в новейшей российской истории следует, я думаю, что исходить из феномен фенологоэкзистенциальной, а не позитивистка секулярной теологической оптики. В результате я хотел бы остановиться сейчас на трех, по крайней мере, аспектах, которые мы можем увидеть за последние сто лет. Начнем с исторического опыта. Что нам дает новейшая история России, и вообще, когда она начинается? Известный казанский краевед Анатолий Михайлович Елдашев, он в одной из своих работ написал, что по-настоящему Россия и мир вступили в новейшую историю именно в 1904 год, в год похищения как раз именно чудотворного образа казанской Божьей Матери, вот это уголовное преступление, и он пишет как раз именно о том, что это во многом был апокалипсис, или такое для религиозного человека предзнаменование того, что настали последние времена. Вот хочу обратить внимание, если мы в светской версии, обычно там говорили, в советское время, в новейшее время открывается Октябрьской революцией, другие говорили, что это, конечно же, 1914 год, начало Первой мировой войны, многие историки говорят, это была русско-японская война, как начало, а вот Илдашев говорит, что фактически для религиозного сознания вот это был такой большой знак, то есть и если вот взять за точку 1904 год и 2005 год, когда образ ватиканский, по крайней мере, вернулся в Казань, мы можем как раз прям четко исторически обозначить опыт апостасии или пребывания как раз Казани, а может быть в принципе и России без покрова Божьей Матери и это как раз вот именно грядущая там череда вот этих трех русских революций, которые обычно социологи говорят, что это переход от подданнического гражданскому обществу, но это было время разрыва и мы можем говорить, что оно было вот именно подготовлено таким опытом умеренной секуляризации, то есть если говорить о парадигме, то за сто лет сменилось четыре парадигмы восприятия образа в глазах по крайней мере вот интеллигенции это опыт умеренной секуляризации до семнадцатого года и это опыт фактически пребывания без патриаршества ну и так далее, то есть начиная с Петровских реформ, да, дальше с семнадцатого девяносто первый год это воинствующая секуляризация пиком которой является как раз 1932 год где фактически исчезла икона, а потом исчез и собор, то есть здесь мы видим как раз разрушение воинствующая секуляризация и примерно с 1988 года с года празднования тысячелетия крещения Руси, но и то под эгидой ЮНЕСКО, ну вот во времена перестройки началась десекуляризация, но говорить о том, что десекуляризация как бы закончилась или прям вот началась какая-то новая эпоха в девяносто первом году, конечно же нет, мы можем говорить, что эпоха десекуляризации она где-то вот и длится где-то 2005-2010 год, почему, потому что это время такое было коррекции, кроме того, ну, есть большая инерция социально-гуманитарных наук, и вот начало века нашего 21-го можно говорить об опыте постсекуляризации, и вот если как раз учитывать эти парадигмы, то мы можем говорить уже о такой раскрутке с одной стороны феноменологической истории России, а с другой стороны ее исторического опыта, так вот как раз если говорить о 20-м веке, то получается, что это был опыт как раз без официального почитания, понятно, что катакомбно, негласно этот образ всегда среди верующих был, но нельзя все-таки исключить или исключать и очень много свидетельств исторических того, что была вообще-то попытка как раз вообще вытравить религиозное сознание из собственно сознания советских граждан и так далее. И вот важно, что многие компоненты вот этого скажем так воинствующего секуляризма, его отголоски есть и сейчас. И если как раз взять основные парадигмы умеренная секуляризация, воинствующая секуляризация, десекуляризация и сегодняшний период такой постсекуляризации, в рамках которых ну вроде как у нас есть методологический плюрализм, есть определенная толерантность, но я считаю, что каждому опыту вернее каждой парадигме был свой исторический опыт. Прежде всего как раз опыт умеренной секуляризации он был как и собственно вроде бы с одной стороны такой положительный, но вот семена скажем определенного презрения и цинизма по отношению к религии все-таки как раз вызрели не в 20 веке, а уже в 18 и 19 веке и это конечно же ну вот весьма показательный аспект в рамках вообще эпохи апостасии такой вот или потери божьего присутствия и разгула воинствующей секуляризации. Есть конечно там опыт и неявного такого скрытого подвижничества, но все-таки это был опыт насильственный, прежде всего даже не экономической, а политической и социокультурной модернизации и вот мы сейчас все-таки находимся в рамках время коррекции, время как раз признания восстановления доверия к религиозным феноменам и конечно же вот само возвращение Казанской иконы Божьей Матери в 2005 году и вот то о чем сегодня говорил Михаил Дмитриевич что мы буквально через два дня будем свидетелями вот восстановления скажем евхаристической религиозной жизни в соборе само восстановление да это конечно же дает надежду на то что мы переболели вот опытом разрыва вот этого игнорирования собственно религии и нам необходимы конечно же опыт предстояния прибытия перед этим образом и когда мы говорим о Казани нам нужно наверное подумать что действительно а что значит если Казань это город Пресвятой Богородицы какие империативы это задает вообще его жителям его собственно гражданским институциям и так далее и вообще в целом конечно же нам необходимо сейчас я считаю как раз вот именно развивать культуру связанную с категорией признания об этом конечно говорил и французский философ Поль Рикер об этом говорил и наш Ефим Рожковский и вот без этого опыта признания религиозных феноменов допущения его мы во многом будем конечно же находиться в этой ситуации насильственной вот этого отчуждения и мы можем даже говорить определенного рода кастрации российской нации и не перехода к подлинному ну напомню вам Олег Генесарецкий в свое время как раз говорил о том что вся вообще воинствующая вот эта вот секуляризация оказалась опытом кастрации российской нации и нам важно понять что признание религиозных факторов это не только акт приватного мышления но приватной внутренней жизни это внутреннее все то что пересоздает человека а вместе с тем и создает совершенно новую динамику восприятия истории я буду признателен вопросом пожалуйста уважаемые коллеги вот краткие тезисы я озвучу спасибо Олег Дмитриевич у кого есть вопросы позвольте вопрос да Олег Дмитриевич спасибо большое за интересное выступление вот продолжение вашей как мне кажется главной идеи которая была высказана как вы думаете какие императивы может накладывать вот именно тот тезис который вы высказали что Казань является городом Богородицы как вы думаете то есть вот с исторической точки зрения с православной со светской точки зрения то есть вот что может это нести то есть это серьезное в общем-то такое заявление на мой взгляд спасибо большое спасибо Максим Валентинович за вас вопрос я ведь правильно вас определил по голосу Максим Валентинович да да значит первое значит какие императивы первое если мы говорим о том что Казань в том числе это город Богородицы значит у нас должно быть четкое вот отношение к прошлому отношение сыновства отношение к настоящему это отношение братства отношение к будущему как раз именно такого подвижничества это конечно же требует от нас если говорить о православном сообществе например действительно и тех кто идентифицирует себя например с православием следовать основным евангельским заповедям и отказ например от таких во многом спорных социальных практик как например тот же самый аборт да эвтаназии там скажем ну вообще то есть это пример жизни по евангельским заповедям это вот самый важный момент это опыт такой преображения формирования российской нации именно предстоя перед Богом то есть мы можем говорить о том что конечно же это во многом призыв к нашему покаянию и здесь опыт апостасии никуда не вычеркиваем к сожалению вот я много слушаю докладов посвященных как раз вот не только почитанию иконы мы очень много словословия у нас нет практически описания опыта травмы а опыт травмы был и его нужно как раз потихонечку как-то вытаскивать и понимаете без расставления этих акцентов а то получается у нас все заботились все любили и так далее а в итоге в 1932 году храм был взорван а в 1904 году то есть в этом плане конечно опыт покаяния и опыт преображения и именно высокой такой планки которая бы соответствовала ну действительно христианскому призыву жить что называется в мире любви вот примерно так то есть нравственное возрождение России спасибо Олег Дмитриевич вы задали нам очень высокую планку для казанцев мы будем соответствовать по крайней мере очень стараться у кого еще есть вопросы если нет вопросов мы переходим к следующему докладу слово предоставляется Матушанской Юлии Григорьевне доктор философских наук и профессор кафедры религиоведения так вроде меня слышно здравствуйте тема сегодняшнего моего доклада изучение иудейской апокалиптики междузаветного периода в казанской духовной академии ну вначале я хотела сказать о том что является предметом да после открытия в 1948 году рукописи Мертвого моря иудейская апокалиптика международного периода стала одной из самых исследуемых тем в библиистики из отечественных авторов можно назвать Иосифа Давидовича Амусина Игоря Романовича Тантлецкого из современных Светланы Викторовны Бабкину ну и до открытия Кумбранской библиотеки иудейская апокалиптика представляла исследовательский интерес имеется ввиду как апокрифы и псевдоэпиграфы эпохи второго храма то есть межзаветного как раз периода так и тексты еврейских историков философов того времени такие как Филон Александрийский Иосиф Флавий в трудах которых также отражены темы связанные с хатологией и концом времен интересная полемика по вопросу интерпретации библейского текста Иосифом Флавием засвидетельствована в зданиях Казанской духовной академии по мнению преподавателя Казанской духовной академии Александра Васильевича Смирнова в том как Иосиф Флавий следует буквы Священного Писания отражаются особенности палестинской экзегетики я потом все поясню которая в отличие от Александрийской основывалась не на аллегорическом толковании а на буквальном понимании библейского текста это ясно видно если сравнивать труды например Евсевия Кесарийского как представителя уже христианской историографии палестинской экзегетики и Авреля Августина как представителя Александрийской школы которую можно отнести к Филону Александрийского более раннего периода с этим мнением не согласился другой преподаватель Казанской духовной академии ординарный профессор Павел Александрович Юнгеров считавший что в толковании Хосифа Флавия это на всякий случай как бы говорю что это историк еврейский первого века нашей эры также есть аллегория однако согласно Смирнову традиция палестинской экзегезы высоко оценивала значение текста Торы который по мнению Равина в того времени значил гораздо больше чем его простой смысл что привело к созданию Агады своем отношении к гудейским священным текстам тут вот очень интересный момент Смирнов просто я читала эти тексты читала его работы Смирнов с сегодняшней точки зрения выгодно отличается от библеистов своего времени таких например как Адольф Горнах которые и другие западные авторы про которых некоторые исследователи 20 века например Коэн говорили что хай критик хай антисемитизм вот то есть такого вот антисемитизма такого предвзятого отношения в этой критике не наблюдается да и теперь что это за люди историческая справка Александр Васильевич Смирнов 1857 1933 жизни претерей выпускник Казанской Духовной Академии профессор богословия в Казанском университете профессор Санкт-Петербургского императорского университета духовный писатель родился 16 ноября в 1957 года в Симбирской губернии начальное образование получил в Алатырском духовном училище окончил Симбирскую духовную семинарию в 1884 году Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия с права на получение степенью магистра и в 1884 году был руководен в Иерии возведен в Сан-Про-Терии в 1888 году за перевод книги Еноха это книга как раз апокрифическая получил степень магистра богословия в 1891 году был назначен доцентом кафедры педагогики и пастерского богословия в Казанской Духовной Академии настоятель Петропавловского собора в 1896 по 12 год являлся профессором кафедры богословия в Казанском университете одновременно настоятель домовой университетской церкви однако он не имел хороших отношений с начальством университетским и в 1900 году он был достоин степени доктора богословия потом это просто проявится и много писал в казанских газетах-журналах был известен своими либеральными взглядами в 1907 годах был инициатором руководителем журнала церковно-общественная жизнь в 1912 году был уволен министром с должности профессора архиепискому Казанским и Свияжским Маковым Пятницким с должностью настоятеля университетской крестовозвиженской церкви вскоре после увольнения из университета был избран депутатом 4-й государственной думы и от казанской губернии переехал с семьей в столицу одновременно с 14-го года исполнял обязанности настоятеля церкви при офицерской кавалерийской школе в Петрограде в 15-18-м годах был профессором по кафере православным богословием настоятелем Петропавловской охраны Санкт-Петербургского императорского университета в начале 17-го года исполнился 30-летний срок его службы и по тем правилам того времени он должен был быть отправлен на пенсию тем не менее до весны 18-го года он прошел от лекции студента Петроградского университета и после Росфорсской думы остался в столице в составе временного правительства был товарищем прокурора Синода и в конце мая того же года выехал на летнее время в Самару там и остался и умер в 1933 году своей смертью не репрессированный Юнгеров Павел Александрович 1956 Самарская губерния и до 1921 Балакова Самарская губерния российский библиист богослов переводчик ветхого завета такие люди как бы работали в Казанской духовной академии сын священника Александра Юнгерова Чегринского канонизированного РПЦ и окончил Самарскую духовную семинарию в 1879 году Казанскую духовную академию защитил диссертацию истории значения пророческого служения в иудейском народе преподавал в Казанской духовной академии защитил в 1880 году магистрскую диссертацию учения ветхого завета о бессмертии души из-за гробной жизни а в 1889 прослушал курсы по библистике в университетах Берлина и Лепцига и в 1997 году в Казани защитил докторскую диссертацию книга пророка Амоса в ведении перевода объяснения главным трудом Ленгерова стал перевод почти полного корпуса книг ветхого завета на русский язык на основе все патогенты по изданию света когда иногда привлекал еврейский мусорецкий секс церковно-славянский перевод в сопровождении вступительных статей подстрочных филологических комментариев и так далее также сдал несколько эссагогических исследований в ветхом завете общество критическое введение в священные ветхозаветные книги очередь по истории толкования священных ветхозаветных книг священного писания то о чем был спор на протяжении веков мистика которая в библии которая есть как раз в межзаветной апокалиптике была более-менее успешной попыткой увидеть мир в свнятом виде автору нужно было для осмысления жизни воображаемой наблюдательной позиции извне но с условного места бога то есть мистика это такое абстрагирование когда мистик пытается высказать впервые невысказанное поэтому некоторые даже исследователи говорят что язык это мистическое явление после того как определенный взгляд концепция высказана когда создана какая-то пригодная для анализа реальности оптика тогда появляются термины или же числовые подсчеты тогда все это можно подвергнуть рациональному анализу ну вот Пушкин говорил не продается вдохновение но можно рукопись продать вот то что вот из чего это происходит непонятно а вот потом уже можно все что угодно с этим делать сама попытка высказать невербализуемое отсылает нас к природе языка как к практике называния явления вещей как например Адам в книге Бытия примером рационализма в мистике является как раз иудейский апокалиптический апокриф эпохи эллинизма которые принесли свое представление неизбежных постоянных политических конфликтов в сфере апокалиптики тема которой мистические тайны открывающиеся по ту сторону истории священная война метафизического добра и зла которые народ будет вести под предводительством миссии апокалиптическому автору нужна была вот как раз та самая осмысленная воображаемая наблюдательная позиция в ней истории в этом случае снято различие между настоящим прошлым и будущим тем самым история присутствует тоже в снятом виде снятая модель история является той нитью на которой нанизаны исторические события философия истории заложена в апокалиптической эскатологии построена на пророческой традиции послепленного периода идейская апокалиптика по форме больше всего напоминает книгу Даниила книгу Захария важнейшие апокалиптические сочинения не включенный в библейский канон всегда приписывались знаменитым библейским персонажам что должно было придать им авторитет например книга Янах 4 книги Эздра завещания 12 патриархов псалмы Соломона апокалиптические апокалиптики делятся на две группы описывающие путешествия в ономер и которые не описывают эти путешествия вот второго типа содержит исторический обзор в котором вся история разбивается на периоды мы знаем это разбивание на периоды от Августина до Маркса то есть вот линия линейная модель истории линеарная и вот разбивание истории на как раз эти периоды по мнению Смирнова вся аудейская апокалиптика то есть вот то что я рассказываю об этом Смирнов тоже говорил по мнению Смирнова вся аудейская апокалиптика – это попытка проникнуть в тайны будущего на основании пророчества Иеремии и о 70-х годах Вавилонского плена. История человечества представляется в виде сегмин. Для лучшего понимания исторические факты методически расчленяются по категориям. Исторический процесс понимается в числах и математических формулах. Четыре монархии, 70 сегмин, юбилеи. А сами исторические явления изображаются в символах и знаках. Так, рога всегда символизируют силу, а хронология стоит из чисел, кратных 70. В результате в апокалиптике открывается трансцендентная реальность, как временная, поскольку в ней представляется хронологическое спасение, так и пространственная, поскольку она охватывает иной посторонний мир. Я подробный расклад рассказывать, мне кажется, не надо. Единственное, я скажу немножко два примера, небольших примера о том, как это иллюстрируется. Например, в некоторых апокалипсиях, книге юбилеев и завещаний «12 патриархов», в форме будущего времени рассказывается вся история народа, еврейского народа, сотворение Адама. Употребление будущего времени, они одинаково по отношению к прошлым, настоящим и будущим событиям, в известной степени, тоже имеют задачи раскрыть внутреннюю необходимость, объективно-философскую закономерность исторических событий, среди которых все они изображаются как связанные звенья одной причины цепи. Поэтому праэтерио Сергий Булгаков считал, что апокалиптика была социологией своего времени. И тоже еще один момент, который иллюстрирует высказывание Смирнова, что апокалиптика является началом Агады, то введение третьей книги из Дрин относится к мировой истории, продолжает традицию книги Даниила, в отличие в том, что все элементы этого введения символизируют персонажа истории Римской империи. Конец династии Флавиев для автора книги служит признаком близкой кончины мира. Явившийся из леса лев, мессия избавляет людей от владычества жестокого орла Рима. И в подобном отношении к Риму свидетельствует также, например, Агада. Агада – это часть Талмуда, которая говорит не о законах, а иллюстрирует при помощи легенд какие-то положения. Вот одно из таких свидетельств. В тот час, когда Соломон взял за себя дочь фараона, сошел архангел Гавриил и отпустил Трастину в море, и на этом месте образовалась мель, на которой впоследствии был основан Рим. И вот эта связь апокалиптики Агады, о которой говорит Смирнов, в общем-то она так или иначе подтверждается. И закончить свое выступление я хотел бы тем, что на самом деле для нас сейчас достаточно большая проблема, когда мы говорим о методологии теологического исследования, вообще что можно сегодня считать методологией теологического исследования. И, конечно же, для примера мы смотрим на Казанскую духовную академию, как там писали работы, как там писали выпускные работы, как там писались тексты научные. И, насколько я понимаю, там есть два таких крыла, два направления. Одна такая гомолитическая, когда человек рассказывает о том, как он прав и каким образом его позиция, мировоззреческая позиция в лучшую сторону отличается от всех остальных. И это как бы тоже понятно, почему это происходит. И есть другая, когда студенты, преподаватели на том уровне той науки конца 19-го, начала 20-го века пытаются делать совершенно классический рациональный анализ. И, в общем-то, работа Смирнова и Юнгерова как раз является примером такого научного, классического, достаточно грамотного подхода. Спасибо за внимание. Григорьевна, спасибо за доклад. У кого есть вопросы? Если сейчас нет вопросов, может быть, они появятся в конце всех выступлений. Мы переходим к следующему докладчику. Горин Антон Анатольевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, наш доклад посвящен такому вопросу, как технология описания и исторической оценки объектов церковной археологии в Российской империи начала 20-го века на примере деятельности Казанского церковного историко-археологического общества. Сразу перед тем, как переходить к основному материалу, хотелось бы сказать, на каком основании мы вообще говорим о масштабе всей Российской империи начала 20-го века, собственно, рассматривая деятельность Казанского церковного историко-археологического общества. Начнем с того, что вообще оно создавалось, в дальнейшем будем называть его общество, общество создавалось в атмосфере интенсивного развития таких дисциплин, как, во-первых, это церковная археология, во-вторых, это библейская археология, не следует путать эти два направления в науке, собственно. И параллельно, конец 19-го, начало 20-го века, как вы помните, это начало интенсивного развития академической археологии, того, что станет в дальнейшем академической археологией. И все эти направления, безусловно, скажем так, по своим объектам, предметам так или иначе могли соприкасаться, то и в некоторых сегментах, в общем-то, пересекаться достаточно плотно. И нужно отметить также, что последняя четверть 19-го века знаменуется тем, что в Российской империи начинается стремительное, в общем-то, развитие как раз библейской археологии и церковной археологии, в том числе и через основания, массовые основания обществ, научных обществ во всей России, занимающихся как изучением, собственно, исторического фона событий священной истории на основании археологических источников в нашем современном понимании, так и изучением истории русско-православной церкви на основании артефактов так называемой церковной старины. Создание Казанского церковного историко-археологического общества, как вы помните, это дело рук архиепископа Казанского и Свиярского Дмитрия Самебикина, человека Низаурия, одного человека, который во всех возглавлявшихся им ранее епархиях оставлял аналогичные общества, то есть ему обязаны своим появлением аналогичные общества в Нижегородской епархии, Подольской, Тверской и так далее. То есть это человек, который активно, собственно, использовал опыт как Российской империи, так и аналогичный опыт, собственно, других регионов. Итак, напомню, что в качестве целей создания общества, то есть Казанского церковного историко-археологического общества, уже были выдвинуты такие аспекты, как археографические описания и введение в научный оборот материалов архивов, описание и оценка древности и ценности таких объектов, как церкви, монастыри, другие епархиальные учреждения и так далее. Все это содержится в параграфах 1-2, собственно, устава общества, утвержденного, как вы помните, в 1906 году, собственно, Святейшим Синодом. И нужно отметить, что практически сразу в первый же год существование общества вот эти теоретические цели начали реализовываться в практическом плане. Во-первых, нужно отметить, что начинается активное изучение таких, собственно, такого наследия, как работы Джованни Батисты де Росси, начинается исследование, собственно, наследие тех археологов и исследователей древностей, которые проходят на территории Святой Земли. Собственно, и профессор кафедры, уважаемый господин Норбеков, уже в своем выступлении к открытию общества выдвигает следующие критерии оценки, собственно, найденных древностей. Во-первых, это исследование культурного слоя, в котором найдены артефакты. В случае проведения раскопок комплексную датировку найденных артефактов, собственно, выдвигается требование к использованию таких методов, как историческая критика документов, элементы лингвистической экспертизы, исследование авторского конвоя. В данном случае под термином «конвой» мы понимаем сопровождающий текст и пояснительный аппарат к текстовому письменному источнику. В частности, и самый интересный момент, что в отчетах мы практически в первый же год наблюдаем попытки использования этих методов. Ну, например, в отчете отца Иоанна Постникова в исследовании документа «Повесть о славных и причудных пресвятые владычицы нашей Богородицы и преснодемы Марии пречистые чудотворные иконы Дегитрии Тихвинской явлениях и причудных ей о чудесах». Кстати, интересно следующее, что по результату своего доклада отец Иоанн Постников был включен в число членов общества общим решением. Соответственно, позднее общество начинает проводить ряд подобных оценок. Их нельзя еще назвать полноценными экспертизами, безусловно. На тот момент ни понятийный аппарат, ни методика не были, скажем так, развиты системно. Но, тем не менее, элементы этих методов исследования мы видим в оценке летописей Богоявленской церкви села Исакова с Вьежского уезда, собственно, того же года. Ну, а с 1907 года, согласно отчетам общества, мы начинаем видеть систематические экспертные исследования предметов церковной утвари, архитектурных виноват памятников, о чем неоднократно упоминается в протоколах заседания общества, о чем я уже говорил. Собственно, так, в феврале 1907 года было проведено исследование, не назовем это пока еще экспертизой, но, тем не менее, исследование ряда икон, присланных к управлению земледелия и государственных имуществ Казанской губернии. Далее было произведено в том же году, в марте, исследование археологической ценности старого здания Макаревской церкви в городе Казань по запросу Казанской духовной консистории. Учитывая, что это исследование было проведено с целью определить, можно ли разобрать старый храм для строительства на его месте нового храма, более удовлетворяющего потребностям прихода, нужно сказать, что мы можем в определенном смысле считать общество притечей современных органов историко-археологической экспертизы, которая проводится до сих пор. Повторюсь, опять же, не в полной мере, но в определенном смысле. Соответственно, в 1909 году мы видим целую серию, скажем так, исследований, которые выводят их на качественно новый уровень работы. В частности, это то, что, собственно, начинается фотодокументирование памятников церковной старины, но его поставил на поток еще и пархиальный архитектор господин Малиновский. Собственно, другим деятелем, активно занимающимся развитием методики исследований, становится протеерея Андрей Поликарпович Яблоков. Личность действительно незауряднейшая и автор ряда апологетических текстов и ряда текстов по истории как русской православной церкви, так и отчасти проблем касающихся истории ислама в Поволжье. Соответственно, к 1909 году в список методов, использующихся обществом, благодаря профессору Катанову, включаются методы нумизматики. В частности, речь идет, например, об исследовании клада, собственно, обнаруженного в 1909 году около здания консистории. А также мусульманских или литографированных таблиц, содержащих имена ветхозаветных и новозаветных святых. Ну, такие исследования требуют уже комплексного подхода, который, собственно, включает в себя не только методы сравнительного анализа, но и специфических методов нумизматики, археологии, лингвистики и богословия. Причем использование этих, собственно, элементов в комплексе. Профессору Катанову и, собственно, протеерею Андрею Яблокову это в полной мере удается. Напомню, что протеерея Андрея Яблоков к тому моменту был хранителем древних хранилища, то есть человеком системно занимающимся описанием, оценкой и пытающимся поставить на поток датировку элементов церковной древности, что, кстати, говорит о том, что общество активно сотрудничало с Казанским и с Казанским университетом, и с Санкт-Петербургским университетом, и с аналогичными обществами Малороссии и других регионов Российской империи, к 1910 году общество начинает заниматься полноценными палеографическими исследованиями, то есть к 1916 году можно сделать вывод, что в церковном, собственно говоря, Казанском церковном историко- и археологическом обществе складывается полноценная система исследований как, собственно, предметов церковной старины, так и общих исторических артефактов, которые активно используются не только для удовлетворения чисто научных теоретических вопросов и нужд епархии, но и для удовлетворения запросов светской администрации города Казань. И подчас деятельность общества выходит за рамки одного региона, оказывая активное влияние на развитие науки в Российской империи вообще. Благодарю за внимание. Спасибо большое за выступление. У кого есть вопросы? Может быть, появятся вопросы в конце всех выступлений, а мы тогда переходим к следующему докладчику. Михаил Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, я бы хотел представить вашему вниманию доклад, посвященный истории Казанской Духовной Академии, а именно одному из научных направлений в истории Казанской Духовной Академии – это церковному праву и постепенного формирования школы церковного права в Казанской Духовной Академии. Вообще нужно сказать, что церковное право как научная дисциплина в XIX веке прошло в Казанской Духовной Академии нелегкий путь от преподавания сначала как такой фрагментарной периферийной дисциплины, и плюс еще в совокупности, допустим, с богословием, с литургикой. И до того, как оно стало особым направлением, сформировалась особая научная школа церковного права во главе с Ильей Степановичем Бердниковым. И, собственно, представители этой школы Бердникова консультировали как Святейший Синод, так и Государственную Думу, и, например, сам Бердников консультировал про тверея Иоанна Янышева, это духовник императора Николая II. Скажем, предтечами научной школы церковного права в Казани были два человека, да, это известный златоус, как его называли, ну, или известный богослов 19 века епископ Иоанн Соколов и профессор Алексей Степанович Павлов. Вот. Первый не создал научной школы в виде, ввиду своей чрезмерно импульсивной, импульсивного характера и типичной для ректора архимандрита карьеры, когда он потом уехал, стал епископом. А второй в силу тяготения к сугубо исследовательской деятельности, ну и плюс еще Алексей Степанович Павлов известен скандалами между ведомством Святейшего Синода, образовательным и Министерством народного просвещения, потому что туда-сюда переходил. Собственно, создателем научной школы церковного права Казанской духовной академии был профессор Казанской духовной академии Илья Степанович Берников, который закончил академию в 64-м году и вот с этого времени до 1915 года, собственно, хотя с 1911 года он уже был и заштатный на пенсии, да, собственно вот это все время, почти полвека он посвятил разработке науки церковного права, особенно вот этого внешнеправового ее направления, то есть проблемы взаимоотношения с церковью, церкви, с обществом и государством и взрастил плеяду талантливых учеников. Нужно отметить, что впервые совокупность учеников Бердникова в качестве особой научной школы отметил Александр Владимирович Журавский, да, в своей диссертации, но по такому формальному признаку наличие просто формальной связи учитель-ученик без анализа сущностных моментов, это там, допустим, теоретическая программа, преемственность исследований, научная вот эта идеология, ну или методология по-другому. Вот. Для того, чтобы выделить, ну, научную школу в том или ином направлении, да, нужно соотносить себя с следующей системой координат. Как мы знаем, существует в современной стереографии, да, в науковедении целое такое направление, занимающееся вот этими школьными или с холарными исследованиями. Так вот, вот эта система координат, по которой определяется научная школа, она следующая. Первое – это наличие теоретической программы научной школы, или, как некоторые исследователи называют, научной идеологией. Второе – это самосознание и саморефлексия научного сообщества на основе такой интенсивной внутришкольной коммуникации. И третье – это отношение с внешним миром, другими научными сообществами. И если мы будем говорить о школе Бердникова, о научной школе церковного права Казанскую Духовную Академию в поздней Российской империи, вот в рамках вот этой трехчастной системы координат у нас получится следующее. Первый момент. Значит, научная школа церковного права – это школа с научным, как бы, с лидерами, да, который разрабатывает теоретическую программу или научную методологию и, собственно, задает вот ракурс, вектор исследований своим ученикам. Это был Илья Степанович Бердников, да, который задал направление своей докторской диссертации «Государственное положение религии» в Римско-Византийской империи до Константина Великого. И вот этот концепт «Государственное положение религии», собственно, потом его ученики многочисленные применяли к той или иной ситуации, к тому или иному материалу. Значит, исходя из вот этого заданного направления, весь набор трудов, работ его учеников я разделил на два направления. Первое – это так называемое экклезиологическое направление, и второе – это внешнеправовое. Значит, в рамках первого рассматривались теоретические положения учения о церкви, как особо в социальном институте, и также аспект преломления вот этой экклезиологии в устройстве и управлении национальных поместных церквей. И здесь нужно назвать, например, работу Николая Родникова, который изучал экклезиологию учителей церкви на основе синтеза патриистического и канонических дискурсов. Здесь можно назвать работы Федора Курганова, посвященные устройству управления церкви в королевстве греческом – Чельцова, в Сербии – Колокольцево, в Румынии. И особый пласт работ был посвящен исследованию принципа соборности, все более становящегося актуальным в конце XIX века – это исследование Павла Дмитриевича Лапина. Второе направление – это внешнеправовое, идущее, собственно, докторской диссертации, когда вот этот берниковский концепт «государственное положение религии» его ученики применяли к различному, к историческому материалу различных стран. Так вот, например, Евгений Темняковский, его ученик, изучал государственное положение религии во Франции в новое время. Архимандрит Владимир Путята – позже, кстати, известный обновленческий деятель, основатель какой-то там трудовой церкви в Пензе. Он на тот момент был архимандритом и настоятелем посольской церкви в Риме. Он изучал вот это государственное положение религии в новое время на примере Италии. Ученик Бердникова и преемник по кафедре церковного права в Казанском императорском университете Соколов изучал на примере Германии. Особняком здесь стоит опыт очень тоже неоднозначной личности ремонаха Михаила Семенова, знаменитый христианский социалист, который умрет с запрещенным, ну не запрещенным с ним за два часа до смерти, старообрядческим епископом. Он применял концепт государственного положения религии к средневековой Византии. Это что касается вкратце вот и научных изысканий. Теперь, если второй пункт – самосознание, саморефлексия научного сообщества, осознание себя как какого-то единого целого, здесь следует сказать вот что. Значит, работы, то есть творчество лидеров, теоретиков Казанской школы церковного права, ну или людей, ученых, преподававших церковное право Казанской духовной академии, после их смерти становилось тут же предметом пристального научного изучения последующих поколений. Так вот, творчество епископа Иоанна Соколова, ректора Казанской духовной академии 1856-60-х годов, уже даже не после смерти, а можно сказать даже при жизни, то есть его творчество стало изучаться студентами Казанской духовной академии под руководством Бердникова. И здесь даже не ограничились написанием именно курсовых работ, а один из учеников Бердникова, Прокошев, собственно, посвятил свою магистрскую диссертацию и дальнейшей монографии, ряд статей, изучению творчества епископа Иоанна Соколова, как канониста, как богослова, как человека, пытавшегося выработать ответы церкви на вызовы реальности в 1860-е годы XIX века. И нужно отметить, что после смерти, например, того же Бердникова в 1915 году, его творчество стало предметом осмысления у следующих поколений. Так вот, его ученик и преемник по кафедре церковного права Казанской духовной академии Петр Дмитриевич Лайпин дает в качестве тем для курсовой работы уже осмысление деятельности самого Бердникова. Вот есть, например, в архиве, в государственном архиве Республики Тарстан хранится сочинение, значит, Евгения Малышева, которое называется «Канонические труды профессора Бердникова». Третий пункт – отношения с внешним миром и другими научными сообществами. Ну, тут нужно сказать, что, во-первых, на это еще указал Александр Владимирович Журавский, естественно, Казанская школа церковного права, да, ну, вот этот условный феномен научной школы, да, она контактировала с другими школами в рамках Казанской духовной академии, да, например, школы патрологии Гусева, если так ее можно назвать, общей церковной историей Курганова, русской гражданской историей Благовидова и так далее. Вот ученик по квалификационным работам Бердникова и Курганов фактически стал руководителем, да, негласным, особом направлении Казанской духовной академии, как византиноведение, вот эти вот византийские исследования, да. Или же, например, казус Федора Благовидова, да, как с его диссертацией по истории института оберпрокуратуры, ну, то есть фактически вот он пытался дать анализ современного института, в рамках которого существовала церковь, да, если по гражданской истории его, по российской истории защитить не удалось, то по церковному браму с помощью профессора Бердникова его защитить удалось, и в этом виден пример сотрудничества церковных, ну, вот этих научных школ в контексте вот этого странного, да, постановления 1884 года Победоносцева, да, когда было запрещено заниматься сомнительными темами, касающимися современности, там, или глубокой древности, вот. В общероссийском масштабе Казанская академическая школа каноники, естественно, была интегрирована в пространство богословско-канонической науки, и сам Бердников и его ученики сам идентифицировали, сам идентифицировали себя как особое научное направление именно в контексте дискуссий с другими представителями науки церковного права или так называемым западническим юридическим направлением, это Николай Суворов, Николай Зоозерский, ну, ученые Москвы, Петербурга и других городов, вот. Ну, то есть, в итоге можно констатировать, да, что где-то в 70-е, 80-е годы, прежде всего, по результатам устава Академии 1869 года. В Казанской духовной академии сформировалась научная школа церковного права, внешнее церковное право сформировалось как особая такая субдисциплина, и преподавание церковного права в Казанской духовной академии вышло на новый качественный уровень, да, теперь оно было представлено не в виде каких-то, да, периферийной дисциплины, преподаваемой в совокупности с другими науками, как, например, самому Бердникову, да, преподавал там ермонах Хрисан Фритивцев вместе с каноникой, вместе с литургикой, да, а теперь оно было отдельным самостоятельным направлением, известным, в принципе, не только в России, но если вот работать с письмами Бердникова в архиве, да, там, приветствие, там, да, и переписка с американским исследователем церкви, да, ну, можно сказать, канонистом, например, Полиньери там из, по-моему, Ельского университета, да, то есть можно говорить, ну, как бы и общероссийском, ну, и, наверное, даже мировом масштабе. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад, Андрей Юрьевич, у кого есть вопросы? Андрей Юрьевич, спасибо за очень содержательный, интересный доклад. Вот у вас там фигурировало имя архимандрита Владимира Путяты. Не знаю, насколько вам удалось ознакомиться с его трудами. Это такая впоследствии действительно была одна очень колоритная, если не сказать скандальная вообще фигура в истории церкви. И вот его пример, его деятельности в качестве епископа обновленческого уже, да, ну, и не только обновленческого, он раньше уже, так сказать, по-моему, еще до революции стал епископом, если мне не изменяет память, и уже у него были какие-то там дисциплинарные взыскания, потому что фактически он пытался воплощать вот тот принцип, что с получением архиерейства отменяются монашеские обеты в своей деятельности. Вот сейчас эта тема тоже достаточно популярна, обсуждается в определенных кругах. Вот есть ли у него в его теоретическом наследии какое-то осмысление этих вопросов? Может быть, как раз на примере Италии то, что вы сказали. Нет, вы имеете в виду Владимира Путята, да? Да. Ну, что бы я здесь мог сказать? Ну, во-первых, вот если мы говорим об этой условной школе церковного права, там каждый второй фактически ученик потом был известный, скандальный, ну, взять того же архимандрита, да, или епископа Михаила Семенова, вот, о котором, ну, сейчас его творчеством занимаются ряд исследователей, да, и я даже, я очень рад, да, что сформировалось такое дискуссионное пространство. Относительно Владимира Путята, ну, я вот его в данном ключе, ну, то есть, насколько я его исследовал? Я его исследовал только как ученика, вот, пока Берникова, да, на основе его квалификационных работ, да, а уже судьба каждого, ну, представителя, да, дальнейшая судьба каждого представителя вот этой научной школы церковного права, это, ну, как бы перспектива моих исследований, так что что-то однозначное я вам пока сказать не могу. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Георгиевич, а я еще хотела полюбопытствовать, вот, каноническое право и церковное право, как-то различаются эти понятия? Можете прокомментировать? Ну, церковное право, оно шире просто. Каноническое право – это право, ну, эпохи формирования канона, да, оно уже, чем церковное право, которое включает национальное право поместных церквей, которое, как бы, ну, до сих пор там дополняется, скажем. Понятно. Спасибо. У кого еще есть вопросы? Если нет вопросов, мы переходим к следующему докладу. Галимов Таймур Рустамович. И я бы хотела озвучить еще последующий. Последующего докладчика Ермошин Антонио Владимировичу. Будете готовы. Итак, слово предоставляется Таймуру Рустамовичу. Артем Павлович отрицательно кивает головой. Значит, Антонио Владимирович, слово предоставляется вам. Спасибо, добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен церковной жизни в Казанском крае в 17 веке от Великой Смуты до Петровских реформ. Безусловно, как и для всей, наверное, российской истории, 17 век стал во многом веком поворотным, очень сложным. И все это в полноте отразилось в истории Казанской епархии, непосредственно связано с Казанской иконой Божьей Матери, в том числе, поскольку мы с вами знаем и помним, и уже в нескольких докладах это и сегодня прозвучало, что именно 17 век стал веком всероссийского прославления этого образа, начиная с событий Смутного времени, когда эта икона стала одним из символов народного ополчения, и далее всероссийское, именно церковное празднование по указанию царя Алексея Михайловича, когда дни празднования этой иконы стали значимыми событиями церковного календаря. Что касается Казанской епархии, которую события Смуты мы опустим, поскольку это целый отдельный Смута в целом в Казанском крае и в Казанской епархии, это, наверное, тема отдельного разговора, но вот после событий Смуты, наверное, одно из самых значимых век в истории Казанской епархии стало и по сей день беспрецедентное по срокам архиерейское правление, это период управления епархией митрополита Матфея, продолжавшийся 31 год, это и по сей день, не побитый еще никем из его предшественников или преемников рекорд по срокам управления епархией, тем более это удивительно, конечно, для той эпохи, для 17 века, когда мы понимаем, что люди далеко не в молодом возрасте в принципе становились архиереями, а тут еще и продолжительность жизни человека 17 века, и вот все эти факторы, если взвесить, то, конечно, 31 год во главе одной из ведущих епархий в России, это, конечно, очень большой срок. Чем запомнился этот период? Помимо восстановления после разрухи смутного времени, для Казанского края этот период стал очень важной эпохой появления, по сути, первых, наверное, монастырей типа пустыней, то есть именно в период после смутного времени и в период управления епархией митрополита Матфея появляется целый ряд монастырей пустыни, в том числе ныне существующая Седмиезерная пустынь, Раивская пустынь, то есть это первый опыт создания и возникновения в целом в нашем крае монастырей, организованных не по инициативе светской или церковной власти, не по инициативе с целью увековечить какие-то памятные события, как, например, тот же Казанский Богородицкий монастырь на месте обретения чудотворной иконы, а монастыри, возникшие именно на месте отшельнических подвигов отдельных аскетов, которые собрали вокруг себя учеников и уже в последующем организационно оформились в монашескую общину. В то же время XVII век, начиная с эпохи после восстановления смутного времени, для Казанской епархии несколько отличался от жизни многих других российских епархий именно в том, что здесь темп роста церковного землевладения во многом опережал все остальные регионы, поскольку все-таки к этому времени мы понимаем, что укрепляющееся самодержавие начинает постепенно, при в целом благосклонном отношении к церкви, все-таки делает попытки ограничить церковные землевладения. Вот в Казанском крае все-таки здесь делались исключения в этом отношении, и многие монастыри в течение XVII века значительно богатели именно путем распространения своей собственности. Тем не менее, этот век стал также веком серьезных испытаний как внешнего характера, так и внутреннего. Ну, что касается внешнего, то есть по независимым, естественно, церковной жизни обстоятельствам, это эпоха целой серии эпидемий чумы и некоторых других серьезных заболеваний, которые выкосили многие российские города, пострадала в том числе и Казань. Как минимум, несколько архиереев у нас застали эту эпоху чумы, жертвой одной из эпидемий чумы стал казанский митрополит Корнилий. И в то же время эти же внешние обстоятельства в церковной жизни Казанского края проявились учреждением новых, скажем так, церковных традиций, в частности, крестных ходов с некими новыми чудотворными иконами, новыми на тот момент чудотворными иконами, в частности, седмиезерной иконой Божьей Матери, списком смоленской иконы Божьей Матери, которая как раз получила такое массовое прославление, и появились эти новые крестные ходы именно в связи с этими эпидемиями середины XVII века. Среди испытаний внутреннего характера – это, конечно, событие церковного раскола середины XVII века, который развивался на протяжении второй половины XVII века. Подробно на событиях расколом останавливаться не будем, но мы понимаем, что вот эта вторая половина XVII века существенно изменила церковную жизнь как в России в целом, так и в Казанском крае, в частности, даже на уровне внешней какой-то репрезентации церковной символики. То есть именно со второй половины XVII века церковная Казань впервые увидела, например, архиерейские богослужения в Саккосах, то есть то, чего никогда не было до этого, например, с эпохи правления митрополита Лаврентия II. На нём впервые увидели белый клобок на эпохиальном архиерее, ну и, естественно, тут же и митры нового образца и так далее, и в целом изменение многих-многих тенденций церковной жизни, знаковым таким воплощением которых стало основание в Казани, ну или, скажем так, если взять топографию того времени под Казанью, сегодня мы бы сказали в Казани, Новый Иерусалимский монастыря, то есть по образцу той задумки патриарха Никона, которую он осуществил в Подмосковье. И здесь также создаётся Новый Иерусалимский монастырь тоже вот в рамках такого особого символического религиозного мышления той эпохи. И ещё одним очень важным направлением, наверное, преображения церковной жизни в течение XVII века стало разрыв и преодоление вот того изоляционизма, которым, конечно, во многом страдала русская церковь, особенно в XVI веке, то есть максимальная замкнутость от иностранцев, в том числе от православных, скажем так, собратьев, но из других поместных церквей или православных, скажем так, других традиций. Здесь, пожалуйста, мы встречаем не только в Москве и так далее, но и в той же Казани целый ряд фигур, связанных с, скажем так, с историей братских поместных церквей, в том числе, конечно, это и не всегда может быть положительный опыт. Допустим, здесь в середине XVII века в Казани фактически в ссылке скончался бывший суздальский архиепископ Иосиф Курцевич, скажем, выходец из западно-русских земель. И Казани еще в начале XVII века, еще до окончания Смутного времени, стала пристанищем очень загадочной фигуры архиепископа Епифания Иерусалимского, погребенного в знаменитой Казанской пещерке в Казанском Кремле в Спасо-Прибраженском монастыре, о жизни которого мало что известно, кроме надписи на его могильной плите, что он из Иерусалима, подписан как титул его, как архиепископ, хотя мы понимаем, что это достаточно условное обозначение, тем более если учесть, что архиепископ Иерусалимский – это Иерусалимский патриарх, и естественно, что такого патриарха в тот период не было. То есть это достаточно загадочная фигура. В то же время мы видим вполне себе удачные, скажем так, карьеры выходцев из других церквей. Например, фактически в середине XVII века три года Казанскую епархию возглавлял митрополит Симеон или по другим источникам Симон – серб, то есть выходец из сербских церковных земель, переехавший в московское государство, перешедший, скажем так, в иерархию московского патриархата и получивший назначение епархиальным архиереем в Казань, что тоже, конечно, во многом поспособствовало прекращению того провинциального изоляционизма, которым отличалась церковная жизнь Казанского края предшествующей эпохи. И таким образом на протяжении XVII века, если так вот кратко обозреть этот период, мы видим существенную эволюцию церковной жизни, скачок, который от церковной жизни, возглавляемый выходцами, такими глубокими, может быть, патриотами, конечно, такими, как будущий патриарх Ермоген в начале XVII века епархиальный архиерей Казанской епархии, его преемник – митрополит Ефрем. Люди, конечно, глубоко преданные русской церковной и гражданской жизни, но, тем не менее, конечно, люди не, скажем так, не столь, может быть, широких каких-то взглядов, если смотреть с позиции, например, того же будущего, допустим, XVIII века. Но, с другой стороны, в конце этого периода мы видим на Казанской кафедре митрополита Маркелла человека с большим дипломатическим опытом, человека, свободно переводившего с греческого, латинского, немецкого, польского, татарского языков, то есть человека, в общем-то, другой культуры одного из, скажем так, ранних сторонников начавшихся реформ, проводимых будущим императором Петром I. Поэтому здесь мы видим, как на примере местной церковной истории, на примере такой церковной провинции происходит существенная эволюция церковного сознания и в его внешнем проявлении, и в его символическом измерении, и в его, скажем так, личностном, таком, просипографическом измерении. Поэтому, конечно, этот период оказался очень-очень важным, и, как мы уже возвращаясь к началу доклада, к начальному тезису, что это все происходило под, скажем так, символическим таким знаменем прославления казанской иконы Пресвятой Богородицы, которая из местной просто казанской святыни в течение XVII века становится святыней всероссийской, так что к концу XVII века это, конечно, одна из самых почитаемых российских чудотворных икон. Благодарю за внимание. Спасибо за доклад. У кого есть вопросы? Антоний Владимирович, публика немного подустала. Хорошо. Мы тогда движемся дальше. И слово предоставляется Александровой Надежде Николаевне, кандидату философских наук, старшему преподавателю к кафедре религиоведения. Следующим докладчиком у нас будет Алексеев Игорь Евгеньевич. Спасибо. Я немного конкретизирую свою тему. Она изменилась в связи с тем, что я не успела за определенный период времени собрать необходимый материал для необходимой аналитики. Поэтому тема заклада будет звучать близко и по духу, но немного в теоретическом русле социологии православного прихода, обзор исследований и исследовательских категорий. Это основа моего концепт-графа и, собственно, основа моего гайда глубинных интервью с настоятелями приходов в Казани. Исследования православных приходов занимаются как в самой церкви, так и в исследовательской среде. Исследовательский интерес обусловлен внутренней управленческой заинтересованностью самой церкви в данном вопросе рефлексии православных интеллигентов о путях и судьбе приходской жизни в цифровом обществе. А также стремлением понять, какую роль играет приход как единица церковного института в обществе жизни православного верующего. Проблемы социологии прихода начинают подниматься во второй половине XX века. В католической и протестантской социологии религии. Они были связаны с кризисом приходской жизни, опустением церквей, необходимостью обновления управленческих мер. Тогда перед протестантскими и католическими главами общин встал ключевой вопрос. Церковь является организацией или церковь является христианской общиной? Ответ на этот вопрос должен был стать основанием для развития церкви, для развития приходов в индивидуализирующемся секулярном европейском обществе. А в дальнейшем данное направление развития приобретает свою собственную историю, оно сейчас носит название социология конгрегаций. В российской социологии религии вопрос о социологии прихода встает в 2000-х годах. Волна новообращенных православные храмы иссякла, и пришло время к созиданию православных общин. Дискуссия о границах между общиной и приходом, в форме приходского устройства и евангельских принципах общинной жизни вновь сколыхнули православное сообщество. Главным вопросом становится, где проходит граница между приходом как территориальной единицей института церкви и общиной. Основанием для определения категории прихода становится определение, принятое Русской Православной Церкви в уставе, принятом в 2000 году на Архиерейском соборе. Приход определяется как община православных христиан, состоящих из клира и мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделением Русской Православной Церкви, находится под начальственным наблюдением своего ипорхиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля, определяя тем самым приход и общины, и территориальные единицы институца, границей между которыми нет или она плохо представлена в управленческом аппарате церкви. Поэтому, как отмечают исследователи, в реальности жизнь прихода всегда сталкивалась с трудностями. Она шла либо по пути общинности, либо по пути института. Агаджанян, как раз начиная в 2000-х годах, проводит серию полевых исследований, посвященных приходской жизни, как формируется приходская жизнь столицы. И дает рабочее определение прихода, некое направляющее звено в том, как понимать приход чисто социологически, но отмечу, что его основное образование религовическое. Он определяет приход как корневую основу православной социальности. Приходская культура формирует ценности православной части общества. Изучая православную социальность, мы изучаем тот тип социальности, который складывается в церкви. Для Агаджаняна приход есть. Общение, обусловленное подразделением на приход как институциональную основу, формирующую и легитимизирующую внешнее функционирование прихода. Ядром же прихода является православная община. Если в отношении прихода как института довольно понятно изложены системы вертикали власти, функционирование прихода, то с формированием, существованием определения православной общины возникают разногласия между исследователями, настоятелями, православными прихожанами. Социологи, как правило, общность определяют как неформальное объединение людей со схожими ценностями и общими интересами для объединения. Такое определение может выступать аналогом категории субкультура. И действительно во многих социологических работах можно встретить понятие православной субкультура, которая относится как внеприходским, так и приходским православным объединениям, сестренчеством, братством, содружеством и в том числе к мероприятиям, которые консолидируют православных верующих, ярмарки, фестивали, лагеря, паломничества. В такой трактовке определение понятия общины растворяется в православном обществе, в культуре, в православной общественности. И скорее выступают метафоры, которые обозначают, маркируют, нежели дают конкретное содержание. В православной среде, начиная с 2000-го, ведутся дискуссии, что определять как православная община, как определить православную общину. Другими словами, каковы принципы построения православной общины. Все единогласно соглашаются, что принципы общинной христианской жизни изложены в Евангелии, в основном источнике. Но возникает опасение, прежде всего, у настоятелей, о том, какие из принципов выделять как принципы общинной жизни, что положить в основу формирования православной общины на приходе. Не богословски, не теоретически, а в практической жизни. Потому что возникает проблема с обвинением в обновленчестве. И поэтому большинство исследователей, как и настоятелей, ставят это проблемой неопределенные принципы евангельской жизни общинной, которые должны быть как истолкованы церковью, так же и даны некие интерпретации, каким образом они должны применяться в непосредственно приходской жизни. Поэтому мы ставим одной из проблем, которая в том числе является важной для социологии прихода, это принципы построения православной общины. Внутри православного сообщества есть следующие, наиболее распространенные версии, когда первая православная община – это единство в таинствах. Отсюда возникает такое понятие, как евхаристическая община, община причастников и исповедальная семья. Это тоже довольно часто фигурирует в исследовательских категориях. То есть это объединение семей, которые исповедуются у одного духовника, если мы говорим о малом приходе, не городском, а сельском, например. И их жизнь, собственно, она культивируется вокруг этого священника, настоятеля, и их община определяется, и их отношения закладываются во многом теми советами, теми наставлениями, которые дает им духовник и, соответственно, настоятель прихода. В исследовательской среде возникают следующие категории принципов построения православной общины. Здесь я отмечу Ивана Заболдина, это руководитель социологии и религии при Свято-Тихоновском, исследовательской лаборатории социологии и религии при Свято-Тихоновском университете, и Александра Сергеевича Гаджаняна, одного из известнейших исследователей, можно сказать, антропологов православия. Но условно назовем его пока исследователя социальной общности. Итак, он выделяет принципы построения православной общины. Это харизма священника, об этом мы поговорим еще чуть позже. Приходское ядро с сильной идентичностью, общий опыт восстановления церкви или общий опыт церковной жизни, они, собственно, могут заниматься благотворительностью. Этот опыт лежит в основе ядра приходской общины. Следующим критерием мы выделяем личность священника. Этот принцип построения, вообще эта проблема или тема в социологии прихода, она возникает сама собой, потому что практически хрестоматийно мы встречаем в интервью и в нарративах, и в интервью моих коллег, которые занимаются социологией прихода, такой тезис, какой настоятель, такой приход, такое некое передвижение ответственности за состояние прихода на настоятеля, хотя большинство настоятелей с этим не согласны. Об этом мы чуть позже поговорим, но вот берем эту хрестоматийную цитату, какой настоятель, такой приход, и берем личность священника как проблему. Здесь мы выделяем следующие типы личностей настоятеля. Харизматический тип – это тип личности, когда человек завораживает своей харизмой. И здесь я приведу пример исследования Агаджаняна. Он изучал два прихода – Меневский приход и Кочетковского приход. И вот здесь два типа харизма – православного настоятеля, один харизматичный, фундаментальный, заражающий некой такой, назовем так, авторитарной, дисциплинарной, православной общинной жизни, именно заключенной в принципах общности, а другой заражает интеллектуальной харизмой. Обе общины живут и по сей день. Но это особый тип. Здесь отношения и в приходе, и отношения, и сама особенность прихода, она как раз закладывается, исходя из личности настоятеля. Следующий тип – это деятельный тип. Это священник, настоятель, с одной стороны, можно сказать, что хозяйственник, но мне кажется, этот тип, он довольно широкий. Здесь может быть человек, занимающийся, во-первых, сам заражающий некой мотивацией к движению. Он может развивать приход, не имея при этом ресурсов, заражая окружающих и мотивируя на какие-то действия. В то же время он может не просто мотивировать, а давать какие-то советы. Это приход, который работает, как правило, разносторонне. В нем есть огромное количество социальных и культурно-образовательных проектов, которые развиваются одновременно. И он умеет либо дать совет где-то, либо просто поддержать добрым словом. Но в любом случае это приход такой довольно активный, именно активный во вне приходской жизни. Ну и следующий тип, с ним тоже соглашаются многие исследователи, это штатный настоятель, то есть это настоятель, который выполняет все рекомендованные сверху проекты. Он их либо выполняет, либо реализовывает. В любом случае это такая среднестатистическая община. Следующий пункт, который я бы подняла, это типы прихожан. Это вторая оборотная сторона жизни прихода. Если настоятель, как действительно многие приходы, история многих приходов, рассказывает нам о том, что не имея ресурсов никаких, настоятель путем своей либо харизмы, либо деятельного начала, он воссоздает приход и воссоздает общину. Здесь личность, безусловно, важна, но также, как отмечают сами настоятели, важно иметь не просто активных прихожан, а важно иметь прихожан, которые берут ответственность за деятельность прихода. Это такой идеальный тип прихожан, который в реальности не всегда присутствует, но большинством из настоятелей желаемый такой идеальный. Итак, типы прихожан. Ну, большинство. И здесь я не говорю о захожанах, я говорю о том большинстве верующих людей, прихожан в том числе, кто посещает литургию, кто приходит к причастию, но при этом никаким образом не отражается его деятельность в приходе. Он просто посещает регулярно религиозную службу, посещает семьями, праздники, но при этом никакой заинтересованности в приходской жизни не имеет. Следующее. Религиозные прихожане. Их еще часто, например, Иван Забаев выделяет этот тип как один из особенностей городского прихода. Он называет его религиозный индивидуализм. Но так как я изначально до прочтения его работ выделила религиозные прихожане, потому что в Казани они довольно часто встречаются, потому что у нас Казань довольно интеллектуальный город, много высших учебных заведений, поэтому объясню. Религиозный индивидуализм, в чем он заключается? Это верующие люди. Как правило, хорошо воцерковленные, но здесь главный критерий в том, что они прекрасно понимают историю учения, богословия, философию церкви. Они очень часто имеют личные отношения и со священнослужителями, и с иерархами православной церкви, но при этом у них нет заинтересованности, участия в общинной жизни, в неприходской жизни или в общинной жизни. Они приходят в церковь для того, чтобы пообщаться с Богом. Притом они прекрасно определяют и категории соборности, и необходимости этой соборности, но определяют эту соборность через евхаристическое единство общины, не через единство приходской жизни, активной жизни, а именно через богословские категории. При этом они не заинтересованы ни в общинной жизни, ни вне приходских каких-то мероприятиях и не проявляют заинтересованности, в принципе, кроме службы и своей религиозной жизни в жизни прихода. Следующий тип прихожан – это активные прихожане. Вот здесь тоже довольно интересный тип, как таковой тип, потому что он включает в себя много. Во-первых, это, как правило, выцерковленные люди, не всегда имеющие религиозное образование. То есть они не всегда могут объяснить догматы, но при этом хорошо разбираются в приходской жизни, хорошо разбираются в литургии, но могут быть некоторые категории, условно говоря, богословский язык или определенные категории, которые включены в том числе в лексикон священнослужителей, они могут не понимать. Но при этом их активность заключается не сколько в религиозной сфере, сколько в приходской сфере, в социальной сфере. Они занимаются благотворительностью, они могут организовать какие-то мероприятия, касающиеся жизни, прихода, могут заниматься и внеприходскими мероприятиями, их интересует именно социальность. И следующий тип, как я сказала, идеального такого прихожанина, прихожанин, буквально цитата, несущий личную ответственность за жизнь прихода. Это когда прихожанин берет какую-то сферу жизни прихода в личную ответственность и может помочь ее реализовывать. Сами настоятели утверждают, что не всегда такие прихожане присутствуют в приходе, их надо поискать, но в принципе в природе православного сообщества они присутствуют, как, видимо, вымирающий вид или наоборот, только зарождающий. Следующая категория, следующая проблема социологии прихода – это деятельность прихода. Отчасти эта проблема взаимосвязана и с личностью священника, личностью настоятеля и типа прихожан, потому что в зависимости от того, кто вообще не превалирует, деятельность прихода будет чуть смещаться в определенные сферы, хотя в принципе все эти сферы присутствуют в жизни современного городского прихода. Церковная жизнь – это ядро жизни прихода как таковое, здесь это литургическое, это определенные требы и проповеди, может быть, какое-то обсуждение священного писания, все, что касается непосредственно религиозной церковной жизни. Следующая – это социальная деятельность, это благотворительность и другие проекты, связанные с социальной деятельностью, и отдельной большой сферой деятельности является образовательно-культурная деятельность. Сами настоятельные называют ее фишкой в жизни прихода, она вот такая определенный критерий в успешности прихода. Что это? Это может быть православное воспитание и образование. Это может быть православный образ жизни, когда реализуются какие-то проекты, связанные с актуализацией неких особ православного образа жизни. Это и православное скаутство, это и православные лагеря, выставки искусства и прочие другие особенности привнесения искусства в сферу, вернее, религиозные особенности привнесения в сферу искусства. Следующий вид деятельности тоже из образовательно-культурной деятельности – это актуализация ценностей. Это может быть как некий кружок казаков или кружок народного отчасти творчества или прочих других сообществ, православных матерей, сообщества православных предпринимателей, которые образуются в приходе и так далее. Здесь разнообразие. Самое главное, что здесь происходит актуализация именно православного образа жизни или привнесения православных ценностей и формирования особой сферы дослуга. Следующая, последняя тема, которая возникает – это проблема критерии оценки прихода, основания активного прихода. Здесь я обращаюсь прежде всего, конечно, к тем критериям, которые выделяют сами настоятели, и также те критерии, которые выделяют исследователи. Мне очень нравится разделение у настоятелей, не у исследователей, таких двух категорий – здоровый приход и успешный приход. Они разделяют эти вещи. Здоровый приход – это когда приход и община – это одно и то же. То есть не нужно создавать какую-то дополнительную общинную жизнь, она складывается. Успешный приход – это когда есть некая вера, но есть церковная жизнь и есть некая какая-то идеологическая фишка. Это как раз к деятельности прихода, когда я говорила о образовательной и культурной деятельности, например, актуализации православных ценностей или воспитания и образования или особая альтернатива православного досуга, православный театр, например. И теперь возвращаясь к критериям оценки прихода как основания активного прихода у исследователей. Общая молитва. Исследователи проведут… Это Алина, по-моему, Амелина, православный социолог. Она проводила исследование в 2016 году. И вот к следующим критериям основания активного прихода. Первое основание – это общая молитва. Не только литургические молитвы, но собрания, когда верующие проводят молитвы за кого-нибудь из прихода или за какое-то общее дело, они собираются и дополнительно молятся. Следующее – это общее дело или общий опыт. Здесь может быть и благотворительность, это может быть и паломничество, организация общего паломничества, это может быть помощь в восстановлении храмов или строительство храма. Это то, что входит в общее дело и опыт, который консолидирует общину. Следующий критерий – это коммуникация. Коммуникация, как мне кажется, во многом вообще это тема общения священника или общения настоятеля. Это сейчас тема довольно популярна в социологии, религии как таковая. Есть по этому поводу исследования, в том числе у священников, социологов. И вот проблема коммуникации, она довольно глубокая, здесь о ней рассказать в двух словах абсолютно, наверное, невозможно. Но я скажу следующий критерий, который мы можем выделить. Вообще первое, что нужно сказать, о каком типе общения мы говорим. Священник общается лично или он просто выступает, то есть его общение выступает опосредованное требами. Они общаются только на исповеди, они общаются только во время обсуждения, может быть, проповеди, но личного общения между прихожанином и настоятелем или между прихожанином и священником прихода нет. Тогда мы говорим уже о том, что общинность не будет складываться. Следующие возможности в коммуникации – это возможности инициатив. Инициативы могут в приходе исходить только сверху, только от настоятеля, или инициативы, возможно, в какой-то форме могут исходить и от самих прихожан, и тогда они обсуждают это вместе. Это тоже возможность активного прихода и активной приходской жизни. Есть также, ну, в принципе, наверное, в этом о социологии прихода. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, Надежда Николаевна. Моя особая любовь к социологии не позволила прервать ваши размышления. Очень интересное было социологическое исследование. Честно говоря, хочется спросить, есть ли исследование, когда приход берется как отдельный кейс с использованием биографических интервью? Мне кажется, было бы, наверное, очень любопытно посмотреть в динамике развития отдельного прихода на примере биографических интервью, то есть как развивается личность священника, как развивается личность прихожан, например, в течение 20-30 лет. Вы не встречались с такими исследованиями? Смотрите, вот социология прихода, то есть, вернее так, кейс, да, как социология прихода есть как сравнение двух приходов. Вот я говорила, у Агаджаняна есть, но на тот момент он рассматривает, да, он рассматривает динамики, в основе лежат глубинные интервью и общение с прихожанами, потому что, ну, Александра имени уже нет, поэтому биографическое интервью взять уже невозможно было, вот, поэтому он скорее не со стороны личности священника, а со стороны прихожан и отношения прихожан и их измерения времени, да, вот это очень интересная тема, измерение времени и привнесение, то есть мыслит ли верующие время через категории сакрального. Вот, он как раз именно этим занимается. В целом, если мы говорим о кейсе, то, как через личность священника, я на самом деле не встречала, только есть целый сборник материалов исследования по жизни приходов в зарубежной церкви, и там история прихода, она строится на основе биографического интервью священника. Это Свято-Тихоновский университет, это, не помню, это, по-моему, одиннадцатый год, они проводили, это или Свято-Тихоновский, или Свято-Филаретовский университет, они проводили исследование о русской православной церкви за границей, и жизнь прихода, она рассматривалась через биографические интервью, развернутые, и там как раз, как правило, священник и приход, это была история священника, история прихода за границей. Спасибо большое за подробный ответ. У кого еще есть вопросы к выступающему? Скажите, пожалуйста, тезис на основные принципы построения общины отца Александра Меня и Кочеткова, если вкратце. Смотрите, если мы говорим про Александра Меня, то принципы построения общинной жизни заключались в том, что, во-первых, это была глубоко интеллектуальная община, они читали, и, собственно, и по сей день читают, их община была разделена на малые группы, это такой протестантский тип социальности, когда большая приходская община разделена на малые группы, которые изучают вместе Библию, которые проводят вместе какие-то вечера молитвенные, и потом руководители этих малых групп, они тоже в том числе встречаются, обмениваются опытом. Вот, там велась активная богословская дискуссия, то есть каждый из прихожан имел возможность, во-первых, каждый из прихожан однозначно читал Евангелие и включался в обсуждение Евангелия, но не в рамках литургической жизни, конечно, а в рамках такой внеприходской, может быть, жизни. Вот, что еще? Это свобода, это возможность инициатив снизу. Вот, у Кочетковского было следующие принципы, во-первых, это была жестко дисциплинированная община. Все вопросы, в том числе касающиеся, они тяготели к элексии, да, первой христианской общине, принципом первой евангельской христианской общине, за что, собственно, и поплатились, как отмечают исследователи, в их деятельности, опять-таки, заменю, православные исследователи, социологи, религоведы, вот, но не священнослужители, настоятели, как правило, молчат о каких-то оценках, они не высказываются, да, в том, что его обвинили в обновленчестве. Он стремился вернуться к основам евангельских принципов, и все с этим согласны, но проблема в том, что эти принципы четко не оговорены, и нет оговоренности, каким образом их применять в приходской жизни, что доступно, а что недоступно, что возможно, а что невозможно. Там была жесткая дисциплина, заключалась в том, что даже вопросы, касающиеся вне жизни, вне церкви, должны были согласовываться с настоятелем. Заключение брака, он должен благословлять их, кого ты выбрал, какого ты партнера выбрал, то есть какие-то бытовые, семейные вопросы, они решались с одобрением, с благословением. Спасибо. Я вам могу скинуть ссылку, там довольно подробное исследование. Скиньте, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. И подходит к концу, мы, наверное, завершаем работу нашей секции, и финальным выступлением у нас будет доклад Алексеева Игоря Евгеньевича, кандидата исторических наук. Игорь Евгеньевич, слово предоставляет вам. Ну, в заключении, наверное, как раз надо вернуться все-таки к теме нашей конференции, к Казанской иконе Божьей Матери. Я завершаю, наверное, все-таки на трагической какой-то ноте, потому что все-таки похищение, уничтожение образа, это самая трагическая страница в истории, и самой иконы, и, значит, всего того пласта духовности, который вокруг нее образовался за несколько веков. Но тут как бы вот нам стоит обратить внимание на некоторые нюансы, я думаю, которые на протяжении многих лет почему-то, по каким-то причинам, не затрагиваются в исследованиях. История, конечно, бездонная, история такая детективная, да, пишут больше ста лет уже про это, но толком так ничего и не понятно. Видимо, потому что эмоции во многом преобладают, и до сих пор исследователи, которые этим занимаются, они не могут от этих эмоций отойти, да, и в оценке вот этих действий и преступников, значит, и общественности, которая была возмущена этими событиями, они руководствуются больше такими мотивами, связанными именно с эмоциями, а не с рациональными какими-то вещами. Так вот, то, что касается, значит, Казани, как города Богородицы, да, в известном смысле это город Богородицы, да, это, значит, город Казанской иконы, но вы все прекрасно знаете, вы все историки практически здесь, что 19-е, начало 20-го века, да, конец 19-го, начало 20-го века, процессы в стране, значит, и в Казани довольно-таки сложные шли, да, и в определенном смысле это еще и город греха, потому что если судить по тому, значит, как здесь развивалось вот это все антисоциальное явление, связанное с пьянством, с проституцией, проституция тогда легализована была, вы знаете, в России, да, то есть публичные дома действовали открыто, запрета на это не было, и, кстати, Казань в этом отношении на третьем месте была в России, то есть после Петербурга и Москвы, у нас самая густая сеть публичных домов была здесь, так вот, на этом фоне возникают общественные движения, которые пытаются с этим всем бороться, противостоять этому, вот одним из таких общественных движений было Казанское общество трезвость, который был создан в 1892 году, через 10 лет буквально она превратилась в такую, как бы, империю трезвости, там более 100 отделов только по одной Казанской губернии, там чайно-столовой по всему городу, трезвенческие организации, первая больница специализированная для алкоголиков в России, значит, первая больница специализированная по борьбе с волчанкой, поддержка губернаторов, поддержка, значит, высшего духовенства, и самое интересное, к чему я подвожу-то, руководила этим казначей и типограф Казанского университета Александр Титович Соловьев. В начале 20 века, как раз, когда похитили икону, его заместителем, товарищем председателя комитета, являлся Панфилов, казанский полицмейстер, который, собственно, и стал главным героем вот этой истории с поиском похищенной иконы и поимкой преступников. Так вот, возвращаясь к нюансам, чтобы тут не расплываться опять, мысль по древу, обратите внимание на такие моменты. Икона похищена в ночь с 28 на 29 июня 1904 года. Уже в ночь, если не ошибаюсь, с 4 по 5 июля, значит, нижегородский полицмейстер фон Тауба снимает с парохода Ниагара в Нижнем Новгороде преступника, который этим занимался, то есть, стоя на чайке на его сожительницу Кучерову. Прошло буквально несколько дней. По нынешним меркам такое преступление резонансное, огромное, это раскрыть за несколько дней практически невозможно было. Так вот, полицмейстер Панфилов, опять возвращаясь к его личности, очень интересный человек. Он заслуживает, конечно, памятника в Казани, но это другой вопрос. Его не любят за то, что он в 1905 году подавил здесь выступление революционное, поэтому памятник вряд ли ему поставят, конечно. Но так вот, он в свое время очень активно участвовал в деятельности Казанского общества трезвости, содействовал тому, что малолетних проституток вытаскивал практически из публичных домов, создавал детские дома, отправлял людей, которые здесь оказались, так называемых бомжей, как сейчас говорят, домой, обеспечивал их деньгами и так далее. Ну, человек вообще такой уникальный. Так вот, его действия как раз шли в русле контактов с общественностью. То есть, почему так быстро удалось раскрыть преступление, почему-то об этом мало кто пишет. Сразу было, после того, как совершена кража, были объявления даны, обращение гражданам Казани оказать содействие этому. Было объявлено вознаграждение. Сначала оно было 300 рублей, потом, значит, Комитет Казанского общества трезвости добрал до 4 тысяч рублей, неплохие деньги по тем временам. Причем эти деньги собирали, значит, очень известные люди. Архимандрит спас Преображенского монастыря, тогдашний Андрей, князь Ухтомский, будущий архиепископ Сухумский, потом Мадырский, потом Уфимский, которого в 1937 году расстреляли. Он чуть, значит, он в свое время сочувствовал очень, значит, казанской общей трезвости тоже. Малиновский, который тоже участвовал в сборе денег, это архитектор, благодаря которому вот тот архитектурный облик основной, который мы имеем сейчас, церковный, да, и был создан в принципе. И, значит, Данилов, по-моему, да, еще, значит, один товарищ, который занимался благотворительностью, купеческий, вот такой, был вхож в купеческую среду и так далее. Вот они собрали 4 тысячи рублей, были данные объявления, 100 рублей, значит, на публикации пошли, были переправлены для публикации объявлений. Второй нюанс сейчас сразу, второй нюанс, в это время в Казани пребывала Седмиозерная Смоленская икона, да, ее обносили по монастырям, по церквям, по домам, и она одно время была в Казанском монастыре в Огородском, да, причем ее унесли за день до кражи. Известно, что Стоян туда приходил, значит, и его целью было, насколько это понятно, вот из опубликованных материалов, похищение не только Казанской иконы, да, но похищение, значит, еще и иконы Седмиозерной, причем его не интересовала сама икона, как он потом говорил, да, его подельники тоже говорили, интересовали оклады, да, Стоян, он специализировался на краже церковных ценностей, да, иконы тогда воровали очень часто, как это ни странно, да, может сейчас прозвучать, потому что мы идеализируем во многом тогдашую действительность, но была даже специализация у воров, они клюквеньки назывались, потому что на фене, значит, церковь это клюква, и как только возникал какой-то крестный ход, сразу стягивались туда, значит, воры, резали карманы, сдирали ризы и так далее, то есть этот процесс шел там бесконечно так у нас как бы, это отдельный разговор, там, да, иконы воровали очень часто, но тут они покусились как бы на такую икону, которая являлась державной хранительницей всей России, и вот в связи с этим погорели, конечно, здорово. Так вот, значит, Панфилов за короткое время организовал общественность, а так как Казанская общественная трезвость имела кругом филиалы, у них кругом были осведомители, значит, они очень быстро, значит, информацию разыскали, у них причем параллельно даже шла это поиск иконы, и есть свидетельство, в частности, в журнале «Деятель» была опубликована довольно большая статья священника Сосунцова, он потом обновленцем стал, но это известная тоже личность, значит, о том, что было некое письмо из Нижнего Новгорода от какого-то крестьянина, который дал наводки на преступников, и уже когда, значит, на второй-третий день уже стало известно, что это за люди, пошла телеграмма, значит, к Осмодемьянскому исправнику, но пароход в это время не агар проехал, и потом уже вот, когда губернатор дал телеграмму, казанский губернатор дал телеграмму Нижегородскому губернатору, пароход остановили, там арестовали, и уже 7-го числа, значит, 7-го числа их на разных пароходах Стояна и его сожительницу, значит, отправили в Казань, они здесь уже были под арестом, и плюс еще вытащили, значит, подельника там Комова, тоже привезли в Казань, но это же попозже. Так вот, почему важно-то? Потому что 8-го была Казанская, и народ уже собрался, то есть все уже знали, что икона похищена, в городе царила, ну, как ни паника, но настроения были такие, что, как некоторые вспоминают, перерыли все, что можно, искали икону похищенную, никто не верил, что она, значит, пропала, что ее сожгли, хотя потом, кстати, архиепископ Дмитрий Ковальницкий во время выступления 8-го июля как раз в Богородицком монастыре, он раза 4 сказал, к сожалению, мы ее потеряли, к сожалению, мы ее потеряли, то есть архиепископ был уверен, что потеряли, начальник прокурора был уверен, что потеряли, то есть все доказательства были уже к тому времени собраны, что икона сожжена, разрублена и так далее, ну, вот, хорошая, конечно, новомодная версия, да, поиски иконы и так далее, но, к сожалению, я вот лично, как историк, тоже все-таки предполагаю, что икона была уничтожена и все остальное это просто уже поиски, значит, несуществующего уже Как бы не существующие реликвии. Так вот, для чего важно было, чтобы до восьмого привезли сюда уже преступников? Потому что действительно паника была феерическая. Обвиняли даже генштаб Японии в том, что они специально организовали диверсию с похищением иконы, обвиняли революционеров, сообщения поступали, что заминирован казанский монастырь, он будет взорван в течение одного дня. То есть, естественно, появлялись огромное количество людей, которые видели икону во сне. Она явилась на одном из холмов, значит, где-то под, по-моему, под Саратовом, да, и так далее, и так далее. Представляете, что творилось в полицейском управлении города Казани, да, когда вот это все происходило. И надо отдать должное как раз и общественникам, и Казанской обществе резвости, значит, которая в этом участвовала и которая мобилизовала общественность и полицмейстеру, что они так быстро, оперативно все это решили. Еще один нюанс, ну, обо всем рассказать не удастся, конечно. В некоторых публикациях фигурирует дом Шевлягина, да, известный дом, в котором проживали преступники. Он сейчас на пересечении лесгафта Вишневского где-то, вот мы там с Елдашевым что-то пытались найти, Елдашев нам дал наводки во дворе при такая дворовой территории, там уже ничего от него не осталось, где-то около 1977 года он был снесен. Так вот, этот дом Шевлягина, он как бы таким стал символом, да, вот этого кощунства, потому что именно здесь, в этом доме, как раз на пересечении нынешней лесгафта Вишневского, и была уничтожена вот эта икона. А, кстати, когда говорят о похищении Казанской иконы, забывают вторую икону. Украли-то две иконы ведь. То есть украли икону Спасителя еще, но про нее что-то вообще никто не вспоминает. Так вот, значит, эта икона была уничтожена именно на этом месте, и был проект выкупить этот дом, построить там часовню, значит, в памяти об иконе, но потом отказались, решили, что она все равно вернется. И все, и на этом как бы во многих публикациях точку ставят. На самом деле дом выкупили, и выкупила Казанскую общее трезвость в 1905 году за 1600 рублей. Они его выкупили, они его по бренушку практически разобрали, все перекопали, ничего не нашли и обратно продали. И в результате, значит, вот этот вопрос как бы с тем, что там, значит, Казанская икона Божья Матерь может находиться именно в этом доме, закрыли. Ну, потом Шевлягин всплывал еще, знаете, в связи с тем, что вот Ватиканскую икону, когда тут у нас активно пиарили, искали ее, да, была такая информация, якобы купец Шевлягин нашел эту икону, потом вывез ее за границу, продал, и это как раз икона, и вот этот самый Ватиканский список, это одно и то же. Ну, потом оказалось, что это тоже байки, да. Я говорю, что вокруг этой истории очень много байк, огромное количество байк. То, что касается самой иконы, да, отдельный разговор, сколько было показаний, в том числе вот очень такие интересные показания девочки Жени Кучеровой, это дочка, значит, сожительница Стояна, она несколько раз давала противоречащие показания, и одно из показаний, касающиеся иконы, было такое, что когда Стоян принес иконы, и они с бабушкой, бабушка там еще была, это мать Кучеровой, Шиллинг, Елена Шиллинг, старуха, как ее писали, целых 48 лет ей, что ли, был старухи по нынешним временам. Ну, его, значит, они эту икону кололи, бабушка, значит, колола икону Божьей Матери, а папа, ну, имеется в виду вот Стоян, колол икону Спасителя, потом они ее сожгли, значит, пепел вывалили в сортир, извиняюсь уж, были даже, да, были экспертизы содержимого сортира в доме Шевлягина, нашли пепел, и вместе с пеплом нашли части, значит, риза и так далее. То есть, экспертиза была проведена. Так вот, девочка что говорила, что когда бабушка сказала ей, что это явленная икона, та ей говорит, а зачем ее колоть-то, она же, икона-то явленная, вот я замуж-то выйду, мне ее на свадьбу-то как раз в качестве благословения-то, может быть, и отдадите. Ну, говорит, Стоян, говорит, посмеялся, оплевал, говорит, всю икону, бабушка, говорит, заплакала, я заплакала, мы, говорит, икону отерли. Он такой, Стоян-то был, он такой атеист, как бы закаленный был, да, то есть, он вот это, это все дело с сознанием делать, да, то есть, он, он просто еще, ему надо было показать, что ему ничего, это не будет, если вот это совершит, да, на другой раз. И, значит, и что дальше, интересно там, она говорит. И, говорит, ну ладно, забираю эту икону, спрячу ее только куда-нибудь, чтобы не нашли. Она говорит, я ее на полочку положу. Ну, какая тебе, говорит, полочка, говорит, ты что, уж посмеялись, говорит, бабушка, говорит, решила ее в печку закатать. То есть, значит, они якобы там, она подушечку ей дала какую-то маленькую, и она эту икону положила на подушечку, и в печку они ее замуровали в этом доме Шевлягина, да. И вот интересный, как бы, такой мистический нюанс, да. Икона была обретена девочкой Матроной 10 лет, да, как вы знаете, на месте сгоревшего дома, там, где была печка. И через вот это все время 10-летняя же девочка, значит, Женя, как бы, тоже выпрашивает эту икону, и они ее под печку, значит, опять же кладут, да. Ну, потом были, печку, естественно, по кирпичу разобрали, ничего не нашли, и два варианта. Или девочка наврала, или, значит, бабушка икону перепрятала. Ну, потом этот вопрос как-то закрыли, потому что девочка начала совершенно другие показания давать, значит, что она, значит, это, значит, наврала все и так далее, там, то есть, менялись у нее показания постоянно. Ну, вот, я к тому, что, к чему это все говорю еще, потому что, вроде как, у нас считается, что тема закрыта, да, по поводу расследования всех этих событий и так далее, но вопрос, заслуживающий внимания, и в том числе, значит, профессиональных историков, потому что, на самом деле, там очень много еще версий существует по поводу заказчиков этой кражи, да. Там несостоятельная версия есть, связанная со старобрядцами, которые у нас Анатолий Михайлович почему-то активно сейчас проталкивает, но я с ним абсолютно не согласен в этом отношении, потому что уж чего-чего старобрядцев там до костей разобрали, значит, ничего не нашли, никаких связей вообще, все оказалось чистым доносом. Но есть еще один момент такой интересный, еще есть еврейская версия, да, которая вообще, она фигурирует, значит, в этих, в отчетах и так далее. У Стоянов все знакомые практически были из числа евреев, они как раз скупали, заказывали, значит, этот жемчуг, который с икон срезали и так далее, но этой версии не дали ход, видимо, по той причине, что тогда уже волна погромов прокатилась по России, и, естественно, видимо, политическим как бы соображением не хотели, чтобы еще и Казань тут взорвалась, да, вы представляете, если бы там хоть как-то начали эту тему педалировать открыто, да, что бы тут у нас произошло, у нас и так потом в Казани в 1905 году один еврейский прогноз произошел, а это бы еще взорвалось в 2004 году, еще раньше этого. То есть, возвращаясь к вопросу о казанской коне, это, конечно, тут еще много чего можно рассказывать, хотелось бы сказать, что многие тогда расценивали кражу иконы и уничтожения как наказание за грехопадение, за грехопадение народа, и, естественно, многие не хотели верить в то, что икона уничтожена, потому что, ну как так, чудотворная икона, она бы себя защитила, да, там прям так писали, она бы себя защитила, но были и высказывали в том плане, что Богородица дала уничтожить свою икону так же, как она ее явила, чтобы, значит, народ прочувствовал всю глубину своего падения. И вот этот вот нюанс, кстати, да, он почему-то в последнее время как-то не затрагивается, то есть, что если уж мы рассматриваем с точки зрения богословской, да, почему бы действительно Богородица не допустила бы вот этого, почему многие говорят, что ну ни в какую бы то ни в... А вот тогда некоторые богословы, значит, и священники, они как раз этот момент и подчеркивали, именно Богородица, чтобы показать всю глубину грехопадения, что вы сделали там, что у вас там происходит, что у вас творится в городе, что у вас вообще там, значит, в головах творится в это время, да, какой бардак там и так далее. То есть вот эти нюансы, я думаю, тоже они как бы являются, ну, интересной темой, наверное, да, согласитесь, да, и для дальнейших, как бы наших разговоров, встреч там в формате конференции. И я вот хочу предложить, конечно, еще, что, наверное, собор-то мы осветим, все это дело откроется, но не надо прекращать проведение вот этих конференций. У нас уже четвертый или пятый, насколько я понимаю, да, под таким названием. Я думаю, продолжить этот разговор, да, несмотря на то, что вроде строили, строили, построили. Некоторые хотят тему закрыть, но я думаю, что вы, наверное, меня поддержите, что все-таки тему закрывать рано, да, то есть этот разговор надо продолжать. Вот в таком как-то ключе спасибо за внимание. Ну, я думаю, мы поблагодарим Игоря Евгеньевича за такое увлекательное, я бы сказал, детективно-приключенческое сказание, которое поднимает вместе с тем очень важные темы. Особенно у меня впечатлили ваши финальные слова такого нравственного порядка, что это была реакция Пресвятой Богородицы, вот такого типа, на, собственно, падение нравов в России. Это даже не мое, это я беру вот высказание. Ну, вы поддерживаете его, тем не менее. И я думаю, это очень хорошее заключение. Все как-то оживились, а то уже по ходу второй части многие стали кемарить. Понятно, кондиционер, к сожалению, не очень выполняется функцией. Но вот господин Алексеев, несмотря на то, что он чиновник, мы видим, и замечательный ученый, да, Игорь Евгеньевич удивительно сочетает такие вещи, работу в органах власти с изысканиями историографического плана. Уважаемые коллеги, время нашего заседания близится к концу. И если у вас нет вопросов, позвольте на этом завершить. Продолжение следует...